Эта секция посвящена решениям основным, предназначенным для микро-малого-среднего бизнеса, то есть такой масс-маркет, который необходим к использованию практически любого бизнеса в нашей стране. Мы включили в эту секцию наиболее популярные, важные инструменты автоматизации маркетинга, которые нужно использовать компанию, это и 1S Bittrex, это и компания E-Lama и другие отличные эксперты. И таким образом как раз я представляю первого нашего спикера, это Сергей Кулешов, компания 1S Bittrex, с которым мы дружим уже несколько лет, практически на все годы, сколько существует конференция автоматизации маркетинга. И передаем слово Сергею. Да, спасибо. Спасибо, добрый день еще раз, с кем не виделся, на предыдущейся секции сессии. Так, что поговорим? Про автоматизацию, конечно же. Конечно же про автоматизацию. Ну вообще, когда речь идет о том, зачем автоматизироваться в той или иной компании, ответ на самом деле один, чтобы было лучше, чем сейчас. Если вы не ставите перед собой такую цель, а я очень часто встречаю ситуацию, когда автоматизация делается ради автоматизации. Ну то есть кто-то слышал, что это модно, здорово и будет круто, и мы делаем эту автоматизацию только для того, чтобы она появилась. А не для того, чтобы, прошу прощения, а не для того, чтобы получить какой-то от этого профит в конкретных цифрах. Так, и соответственно, нужно как минимум найти какую-то проблематику, которая мешает компании больше зарабатывать, эффективнее работать. Да, там могут быть разные истории, но если мы говорим про CRM, то зачастую это речь идет о каких-то проблемах человеческого фактора. То есть мы говорим о том, что у нас менеджеры где-то что-то пропускают, не работают по сценарию, забывают делать те или иные касания в тот или иной момент. И из-за этого, собственно, клиенты так или иначе либо у нас отваливаются, либо остаются недовольными нашим сервисом, ну потому что им не очень комфортно работать с компанией, которая недостаточно цифровизованная. То есть сегодня наши клиенты от нас ждут, что мы всегда в курсе дела, что если он нам позвонил, написал, мы знаем, что происходит, знаем, кто это такой. И, соответственно, можем быстро и оперативно ему помочь, особенно люди привыкли к этому, если используют современные средства коммуникации. То есть если они напишут в чат, не знаю, в фейсбуке или в наш телеграм, или в ватсап, они ожидают, что мы сейчас две минутки посмотрим и ответим по делу. Да, и они совершенно не ожидают, что мы начнем с ними разговаривать за жизнью, выяснять, кто они такие, что именно от нас надо. Это все, собственно, возможно только если мы все, что нужно, автоматизируем и, собственно, сериал. Внедряем. У нас, когда мы начинаем думать о том, собственно говоря, как же нам это все сделать, мы начинаем смотреть на то, какие стадии у нас, собственно, в коммуникации с клиентом возникают. Да, у нас есть какая-то воронка. И надо понимать, что на каждой из стадий воронки, ну, соответственно, чем меньше бизнес, тем обычно меньше воронок и меньше в ней стадий, просто потому, что слишком глубоко в эту сторону копать обычно нет возможности и разделять воронки на более мелкие стадии. Но есть совершенно точно очевидные места, где сериал очень хорошо применим и очень хорошо показывает, где есть проблемы в той или иной стадии работы с клиентом. Начиная от получения заявки, создания лида в системе, заканчивая получением оплаты и дальше. То есть, когда мы оплату получили, сделку с клиентом закрыли, услугу оказали или товар поставили, дальше у нас еще возникает целая, да по идее должна возникать, еще одна воронка, еще один какой-то процесс, который этого клиента через какое-то время к нам вернет. И на самом деле, когда предприниматель, собственно, рассуждает о том, на что нужно сделать для того, чтобы клиенты не терялись, ну, зачастую надо поставить перед собой такую цель. То есть, я не хочу терять клиентов, я не хочу терять возможности, которые я получаю благодаря тому, что потратил свой рекламный бюджет на ту или иную рекламу. То есть, я как-то потратил деньги, соответственно, нужно минимум из этих денег потерять пустую. Но, вот я говорил уже на предыдущей, на пленарном, что порядка 14% у нас с вами имеют CRM, да, то есть те, кто ее имеют и пытаются использовать. На самом деле, доля тех, кто автоматизирует свой маркетинг и автоматизирует продажи на базе CRM, то есть делает это осознанно и качественно, да, еще меньше. То есть, их там порядка десятой части от этих 14. О чем это говорит? Ну, для нас, для вендора, который разрабатывает CRM, понятно, о чем это говорит. Что у нас есть довольно большой рынок, куда мы можем, собственно говоря, где мы можем помочь предпринимателям своим софтом. А о чем это говорит предприниматель? О том, что вообще-то сейчас это может быть с точки роста. Что сейчас можно сильно отличаться от конкурента своего, потому что у него, скорее всего, нет ничего в этой части. А если есть, то, соответственно, мы являемся тем самым конкурентом, от которого, собственно, наш конкурент отличается. То есть сейчас это может быть существенным конкурентным преимуществом внедрение CRM в автоматизацию маркетинга. То, что вы просто будете лучше, чем ваши конкуренты и эффективны. Но вот 63% никогда не слышали о CRM. Значит, что, собственно, нам CRM сегодня позволяет? Ну, во-первых, это первый шаг, который мы рекомендуем сделать, который очень прост, по сути, для любого предпринимателя, это подключение каналов коммуникаций. То есть что мы делаем? Мы автоматизируем учет всех обращений в компанию. Это первый шаг к автоматизации. Мы подключаем телефонию, мы подключаем социальные сети, мессенджеры, учим менеджеров заводить сделки или создавать лиды, если по тем или иным причинам мы не смогли сделать это автоматически. Ну, потому что менеджер, возможно, просто ногами пришел в офис или в точку продаж. И, соответственно, его надо внести условно более-менее вручную. И начинаем учитывать все и вся. Именно с этого момента зачастую возникают основные вопросы предпринимателя. Так, стоп, вот тут у меня 50 лидов, где продажи? Да, то есть раньше он не знал, что их 50, а теперь он начинает знать, что их 50, и у него возникает вопрос, окей, это мы посчитали, что делать дальше. Какое еще преимущество дает объединение этих коммуникаций в один канал? Такое, что менеджеры становятся многорукими. То есть для них становится неважно, откуда клиент обратился. Им надо иметь там три телефона, пять аккаунтов в разных соцсетях и за этим всем следить и не пропускать, где кто написал, позвонил и так далее. Потому что все это объединяется в одно окно, по сути. И мы таким образом еще и автоматизируем вот эту коммуникацию. Что значит автоматизируем? Понятно, что там, безусловно, могут подключаться боты и прочее. Мы сейчас пока не об этом автоматизируем и то, что очень многие вещи можно скриптовать. Что значит скриптовать? Значит, что если человек нам написал, например, ВКонтакте или написал там в Телеграм, интерфейсное окно, диалоговое окно, с которым работает менеджер, может подсказывать, собственно, какие-то готовые варианты ответов. Чтобы ввести человека по скрипту и ввести менеджера по скрипту. И, конечно, менеджер становится гораздо удобнее, потому что ему не надо писать длинную фразу «добрый день, рады приветствовать вас» и так далее. Или, опять же, набирать длинную фразу, связанную с тем, когда записать человека, или рассказать ему что-то о продукции или об услуге, то, что он может выбрать из заранее готовых вариантов ответа. Возможно, немножко раскорректировать, чтобы это было не очень роботизировано, в смысле, не очень так шаблонно выглядело. Но в основном мы очень сильно сокращаем время ответа за счет вот такого простого инструмента. Также мы подключаем наши рекламные все каналы и системы сбора лидов в ВКонтакте или Фейсбуке для того, чтобы тоже автоматизировать этот сбор. То есть, если уж мы делаем рекламу ВКонтакте, Фейсбуке, соответственно, мы там делали генерационную форму, и она тут же подключается к сериалу, и, соответственно, все эти данные туда попадают. Вот уже после этого, уже после этого небольшого шага, когда мы просто все подключили, и делается это в основном достаточно просто, мы уже начинаем видеть, сколько у нас сейчас запросов, сколько из них обработки, сколько на какой стадии. И это понятно, и очевидно, в общем, и менеджерам, которые работают с разными стадиями, они понимают, что куда двигать дальше, потому что у нас с вами есть хотя бы приблизительная воронка в CRM, да, хотя бы просто несколько стадий мы завели, и уже знаем, что нам клиента надо протолкать до последней, и менеджеры уже понимают, собственно, куда двигаемся, ну и руководитель отдела продаж или руководитель организации понимает, что к чему, то есть он видит все входящие, видит, где стопорятся, и может, собственно говоря, как-то влиять на эту ситуацию. В карточке клиента мы уже видим всю информацию о том, что с этим клиентом происходит. Да, если этот клиент снова позвонил или снова написал, и менеджер сразу понимает, собственно, что за клиент, что он хотел, на чем остановился разговор. В любом случае можно открыть эту карточку и посмотреть, послушать запись разговора, посмотреть переписку в почте, отсюда же написать письмо или отсюда же позвонить. То есть все эти активности, они у нас сразу налицо. Это никакой не Excel, потому что у нас здесь все необходимые данные, они, в общем, все сохраняют, и большинство из них сохраняется автоматически. Это, наверное, самая главная история, потому что, ну, как бы, условно, там, пять лет назад CRN-ка немногим отличалась от Excel-ки, да, потому что мы видели, что мы видели, что у нас есть, ну, окей, воронка, у нас есть списки, и, собственно, все надо заводить руками. Сейчас это уже давно не так. К сожалению, осталось еще у многих предпринимателей такое ощущение, что как бы это все то же самое, только другой интерфейс. Нет, не так. Большинство активностей и большинство действий в CRM делается его не сама. Поэтому сильно сокращается время работы с ней. Что мы можем еще автоматизировать? Да, то есть понятно, что у нас есть какие-то процессы, и нам хотелось бы еще, чтобы как можно больше происходило автоматически. Самое основное, что мы можем, это устранять человеческие факторы. Да, то есть то, что мы клиентов так или иначе теряем, то, что у нас менеджеры недостаточно организованы, или мы не смогли настроить их работу в очном режиме, да, по тем или иным причинам, возможно, где-то компетенции не хватает, возможно, не хватает времени на то, чтобы выстраивать эту историю, CRM, в общем, во многом за нас это может сделать. Первый инструмент – это счетчики. То есть, грубо говоря, в каждом интерфейсе системы мы видим красную цифру, которая нам сообщает, что вот у нас есть, там, правильно, конечно, сделок, рядов, клиентов, которые ждут нашей реакции вот прямо сейчас. Да, то есть менеджеру, по сути, не надо искать, что делать, потому что он открывает CRM и видит, что у него вот есть там 10 счетчиков, ему надо их закрыть. Так, как мы с вами непрочитанные сообщения сбрасываем. Примерно такая же история, надо зайти, посмотреть и сделать какую-то операцию. Чем глубже мы прорабатываем автоматизацию, прорабатываем сценарий работы, тем, соответственно, проще работа менеджера получается. Да, то есть чем мы точнее выстраиваем сценарий CRM, тем точнее будут работать эти счетчики. То есть менеджеру просто надо зайти, увидеть счетчик, сказать, ага, этот клиент чего ждет? Там все написано, чего он ждет, возможно, ждет КП, возможно, ждет, чтобы ему перезвонили, возможно, он ждет какого-то документа, а возможно, мы сейчас от клиента что-то ждем, и сейчас, ну, имеет смысл ему позвонить, об этом напомнить. Если, конечно, робот этого не сделал ранее. Соответственно, чем глубже мы прорабатываем автоматизацию, тем эффективнее получается работа, и меньше требования компетенции менеджеров, потому что они удерживали у себя в голове кучу информации. Какая еще автоматизация? CRM у нас умеет реагировать на различные события. То есть если что-то произошло, то она может сделать что-то в ответ. Эта штука называется триггеры, и, например, у нас есть сделка, которая по какой-то причине сейчас висит на ожидании информации о клиенте, и тут приходит от него письмо. Соответственно, CRM может на это письмо тут же отреагировать и что-то сделать. CRM может отреагировать на то, что клиент открыл письмо и прочитал. И, соответственно, тут же сказать менеджеру, слушай, он только что открыл письмо, которое мы ему отправляли, а давай ты ему позвонишь. Возможно, он перешел по ссылке из письма, возможно, он зашел на сайт, вернулся после долгого перерыва, вернулся на сайт, и мы тоже можем это отследить, и тут же менеджеру сообщить, слушай, он вернулся на сайт, возможно, у него сейчас интерес снова появится, надо с ним поговорить. И так далее. Следующий инструмент называется просто роботы, и это понятная история. То есть мы можем для каждой стадии, для каждой ситуации, в которую попадает наш клиент, на всем клиентском пути, создать какого-то робота, который может сделать что-либо. Он может написать, он может позвонить, брать смс-ку, письмо, изменить какие-то внутренние статусы, сгенерировать документы, отправить его клиенту, автоматически создать новую сделку, например, или просто добавить какой-то комментарий. Этим, такими роботами зачастую, собственно говоря, и автоматизируются очень многие действия внутри CRM. То есть если вы не используете роботов, то, скорее всего, очень много действий менеджеру приходится делать внутри системы. То есть он помимо того, что, собственно, работает и пытается как-то с клиентом договориться, и так далее, ему еще приходится туда заносить, что-то записывать, создавать документы, их туда загружать, и так далее. Чем больше роботов мы используем, тем меньше работы по факту с системой делает менеджер, тем он более счастлив, а, соответственно, лучше продает. Роботы умеют запускать рекламные кампании, что любопытно. То есть мы можем, в принципе, каждому конкретному нашему потенциальному или действующему клиенту, или клиенту, который у нас сейчас находится на стадии проработки, показать рекламное объявление персональное. Это, конечно, условность, потому что ни одна рекламная площадка персональное объявление не показывает. Но при достаточном количестве клиентов мы можем добавлять этих клиентов в определенные группы, в определенные аудитории и показывать им, соответственно, определенную рекламу. Это хорошо работает на воронках возвращения клиентов, потому что там обычных клиентов достаточно много. И мы можем, например, на первых стадиях возвращения, я еще об этом поговорю, про стратегию, показывать рекламное объявление. Почему бы нет? Ну, собственно, роботы могут точно так же позвонить, роботизированным голосом поговорить при подключении различных роботов, которые уже умеют не только позвонить и сообщить, но еще и поговорить с клиентом, соответственно, то же самое сделать. Могут написать ответное сообщение, например, в открытую линию. То есть имеется в виду при интеграции с различными соцсетями и мессенджерами, если клиент нам однажды написал, мы можем ему туда обратно ответить. И вот это можно делать автоматизированно. Например, отправляем какие-то статусы о прохождении услуги, которые мы ему оказываем, или какие-то напоминания. При этом я вот говорю роботы, роботы, роботы. Роботы на самом деле совсем не сложно. Они создаются достаточно быстро и просто. Для этого не нужно никакого образования, никакого программирования. Единственное, что нужно немножко понимать логику. То есть если с логикой ок, значит и с роботами справитесь. Потому что ничего, никакой сверхъестественной науки здесь нету. Надо просто понимать, что робота надо запустить в определенный момент, и в определенный момент с этого должен как-то среагировать. Так, у меня что-то подвисло. Наверное, грузится какая-нибудь. Попробуйте ткнуть рукой, потому что, может, видео здесь немножко зависло. То есть, на самом деле, логика здесь очень простая. У нас есть стадия, если сделка на эту стадию попала, начинается обработка роботов. А роботы уже в зависимости от условий, по которым они должны запускаться, либо запускаются, либо нет, либо чего-то ждут, либо еще чего-то. Нет, все зависло. Ну вот, бывает. Так, что еще я хотел сказать? Сейчас, секундочку. Я хотел один кейс рассказать, как мы у себя в компании использовали роботов. Там, конечно, с картинкой было бы интереснее, но ситуация такая. У нас есть определенный процесс. процесс набора партнеров в нашу партнерскую сеть. У нас уже самая большая партнерская сеть даже в Европе, по-моему, если я не ошибаюсь. И это постоянный процесс, то есть, мы постоянно набираем новых партнеров. И это, как вы понимаете, вполне себе продажный процесс. То есть, у нас есть определенная форма, на которую партнер, заинтересовавшись нашей рекламой, которую мы даем в социальных сетях и так далее, переходит и заполняет ее, чтобы стать нашим партнером. После этого, старый сценарий выглядел очень ручным. То есть, грубо говоря, у нас есть девушки, которые сидят в партнерском отделе и работают с этими новыми партнерами. Они им звонили, рассказывали преимущества, что делать дальше. И, скажем так, отправляли в добрый путь. Говорят, вам все понятно? Понятно, действуйте. На этом, собственно, общение заканчивалось. И что дальше происходило с партнером, мы не очень знали. То есть, знали только исходя из уже какой-то дальнейшей аналитики. То есть, мы понимали, что нам приходят 100 партнеров, из них в итоге 10 что-то делают, из них в итоге 5 становятся более-менее активными и начинают подавать. И так вот. У меня еще и 2 будут. Компьютер сейчас перезагрузится. Надо было через компьютер, да? Придется перезагружать, потому что уже помню. У вас нормально слышно. Не-не, я за трансляцию переживаю. Вам-то да. Вот. И, собственно, задача была как-то этот процесс сделать более эффективным. Казалось бы, у нас есть CRM, у нас есть роботы, давайте сделаем. Было настроено порядка 50 роботов. Ну, каждый робот это маленькое действие. То есть, мы построили воронка довольно большая, там что-то около 10-12 стадий. На каждой стадии там несколько роботов. И весь эта, вся эта процедура собственно, выглядела достаточно, ну, достаточно просто. То есть, вот где вы сейчас, если захотите этот процесс смоделировать, вы его легко смоделируете. То есть, вы поймете, что есть форма заполненная, на нее надо ответное письмо направить, надо отправить возможную смс-ку или там, или попросить менеджера позвонить, да, чтобы менеджер своим голосом, нежно-приятно поговорил с новым партнером. А потом в дальнейшем задача этого партнера утеплить, научить его чему-то, да, прислать ему ссылки на курсы, какие-то дополнительные материалы, рекламу ему. Возможно, показать ему в какой-то момент, если он очень долго ни на что из нашего не реагирует, начать показывать ему рекламу в социальной сети, чтобы он вспомнил, ах, да, я же точно регистрировался, я что-то заработать могу. Ну и так далее, да. То есть, вполне очевидный сценарий. И вот создав, грубо говоря, этих 50 роботов с такой автоматизацией, мы смогли, во-первых, поднять конверсию в активных примерно в два раза и снизить нагрузку на девочек, которые, собственно, этим занимались. То есть, они перестали слишком много звонить и слишком много дергать партнеров, но при этом партнеры получили гораздо более качественное обслуживание с нашей стороны. То есть, каждый новый партнер точно был обеспечен учебными материалами, точно был обеспечен всей справочной информацией. Это непривычный, говорись, когда звук то есть, то нет. Сейчас. Не-не-не, ничего, ничего. Пожалуйста, пожалуйста. Вот. И соответственно, эффективность от этого начинала расти. Она выросла в итоге довольно сильно, при том, что мы не увеличили штат, мы начали обрабатывать в десятки раз больше ходящих заявок. Очень просто на пустом месте. И это очень просто. И буквально в каждом бизнесе такая штука будет работать. Найдя один-два процесса, которые очевидно могут разложиться в такую воронку, и автоматизировав ее, для этого еще раз говорю, не нужно быть разработчиком и программистом, потому что у нас это делали те же девочки и за дело работают с партнерами. Никакого здесь rocket science нет. Загрузились? Загрузились? Давайте еще что-нибудь расскажем. Интересно. Вообще, есть еще одна интересная кейс, тоже про нашу расскажу, возможно, будет любопытно. У нас есть такая история, когда вы, например, к нашим потенциальным клиентам обращаетесь в нашу компанию, говорите, вот Кулешов вас убедил на конференции, что нужно внедрять битрекс. И вы такие, о, давайте внедрять битрекс. Вы обращаетесь к нам и говорите, что внедрите мне битрекс. А вы, как вендор, не занимаемся внедрениями для конечных клиентов никогда. Это наша политическая позиция. Мы не конкурируем со своими же партнерами-интеграторами. И, соответственно, получается такая история. Клиенты как бы идут к нам, а нам с ними надо что-то делать. И казалось бы, ну, что делать, что делать? Вот у нас есть список партнеров, идите туда. Самое простое решение. Идите туда. Вот там выбирайте себе любого, а их там 20 тысяч. И клиенты такие думают, так, а кого выбрать? Поэтому мы довольно-таки давно уже пошли по следующему пути. Мы стали принимать заявки от клиентов и что-то с ними делать. Как это выглядит? Ну, это, конечно, здесь уже программисты, но все равно есть, может быть, довольно любопытно. Тех партнеров, которые у нас готовы участвовать в такой вот раздаче лидов, мы им поставили обязательно условие. Их должна быть наша CRM-канала. И у них должно быть все равно специальное приложение. Благодаря этому приложению мы из нашей CRM-канала, те лиды, которые приходят к нам от наших клиентов, отправляем к партнерам. Там работает специальный хитрый механизм, который определяет, кому именно отправить. Потому что их надо ранжировать, выбирать там всякие по разным методикам. Немного ли вы уже на себя взял? А как хорошо на предыдущей заказы работало и так далее? Там есть такая хитрая что-то. И, собственно говоря, мы конкретно стали видеть очень понятно и просто, что вот к нам пришло там тысяча заявок, вся эта тысяча заявок ушла в партнерскую сеть, ее обработали там сто партнеров, и конверсия у нас такая. И мы сразу понимаем, что вот эти партнеры работают хорошо, вот эти не очень, эти быстро, эти медленно, эти дорого, эти дешево. И мы как бы понимаем, что вот эти все рекламные, что вот эти все заявки, которые к нам приходят на внедрение, они все не остаются без внимания. Так или иначе. И, соответственно, это означает, что что мы можем делать дальше? Мы можем теперь на эти заявки привлекать больше. То есть мы можем уже рекламировать внедрение. Потому что мы понимаем, что если этот процесс уже встроен, оцифрован, и мы точно знаем, что он приносит какие-то конкретные деньги нам, партнерам и так далее, мы можем уже целенаправленно вкладывать деньги в рекламу такого сервиса, как внедрение CRF. О, супер! Только давайте вы перелеснете не в режиме презентации. Сейчас. Давайте перелеснем тот слайд, который у нас зависит. Вот. Вот на ицет его запустить с текущего. Вот как раз наш кейс, это наши 50 роботов, которые новых партнеров. Ну вот конверсия с 7 до 12 процентов выросла. Причем это порядка 400 клиентов в месяц. Просто цифры на память не помню. Вот что бы сейчас сказать. И остались те же две наши девушки прекрасные, которые, собственно, занимались обработкой этого всего потока. Ну вот говорили неоднократно сегодня уже про голосовые боты. Благодаря интеграции с различными голосовыми ботами CRM в принципе может очень многое тоже делать сама. То есть она может сама обзванивать, вести по сценарию какому-то, да, то есть это уже бот везет, и результат, соответственно, будет сохраняться в CRM, и будет двигать сделки автоматом. То есть если бот договорился и продал, значит мы сделку уже автоматом двигаем на следующую стадию, и там уже что-то автоматом делается. Некоторые цепочки можно вообще без участия людей делать. Рекламу показали, ботам позвонили, документ отправили, документ получили, деньги получили, все, до свидания. Зачем нам люди здесь? То же самое касается чат-ботов. То есть точно так же есть у нас целая платформа встроена чат-ботов, которая позволяет получать различные чат-боты и общаться с людьми вот в формате чата. Я уже говорил, что CRM умеет делать документы, это очень важная история, потому что мы теперь можем создавать шаблон документов и тут же их отправлять клиенту и делать это опять же автоматически. Чтобы не было, что менеджер пошел к бухгалтеру, бухгалтер что-то написал, надо еще договор, оттуда надо вставить реквизиты. Это все может делаться автоматически прямо внутри CRM-системы. И следующая история, которая на мой взгляд очень трендовая на сегодня, это продажа прямо из CRM. Вылет это следующим образом. Если вы говорите с каким-то клиентом, не знаю, вы встретились, вы по телефону говорите, вы в чате переписываетесь, и вы пришли к тому, что он готов заплатить деньги. В этот момент нужно дать ему возможность заплатить деньги. Зачастую не всегда у вас с собой есть кассовый аппарат, вы не можете прямо на лету принять деньги, поэтому используется такая штука, как центр продаж, или у нас еще есть такая штука, как CRM-терминал, но это там чуть больше про e-commerce уже, вам ничего не мешает прямо из CRM прямо тут же создать ссылку для оплаты и отправить ее клиенту. Либо в чат, прямо если вы в чате общаетесь, либо на e-mail, либо если вы его точно встретились, прямо в Telegram переслать ему сейчас, или на WhatsApp переслать ему эту ссылку, он перейдет, увидит форму, там написано продукт или услугу, которую вы ему продаете, цена, он говорит оплатить, пальчик приложил, все оплачет. И вы тут же ему из кармана достаете продукт или услугу и отдаете. Это вот как бы тот сценарий, который сегодня CRM опять же автоматизирует. И получается, что на самом деле у нас с вами на всей воронке, в которой клиент сначала начал с нами общаться или как-то увидел о нас информацию, пока мы с ним договорились, обменялись документами, пока оплатили, пока он дождался услуги, и потом мы пытаемся его вернуть, везде CRM сегодня применимо, начиная прямо с самого верха, когда мы только-только начали рекламировать, какую-то конкретную услугу и продукт, и, собственно, затянули. Причем этих воронок, поскольку может быть много разных, нам еще нужно эти воронки между собой связывать. То есть у нас может быть первая воронка, например, информирования, то есть когда мы просто сообщаем о том, что мы есть, и пытаемся как-то клиентам об этом сообщать. Они так или иначе обращаются, например, вот сайт у нас есть, на сайте сразу много услуг или много товаров. Соответственно, человек приходит и после этого обращается уже с каким-то конкретным, с какой-то конкретной историей, мы должны его перекинуть, соответственно, в конкретную воронку. Или, например, у нас воронки последовательные могут быть. То есть человек пришел, купил, ушел, а дальше нам с ним надо что-то сделать. То есть он купить-то купил, но ему надо еще, например, установить, обслужить, поддержать, продать потом еще раз. Или, например, если мы решили пойти в какую-нибудь историю с подписной моделью, сейчас машины подписки дают, ничего, это значит, что практически в каждом бизнесе можно придумать какую-то подписную модель. То есть брать по чуть-чуть, но постоянно, и давать за это какой-то сервис. Соответственно, без автоматизации, без CRM это просто невозможно, потому что мы снижаем платеж и должны уметь его процессить и обрабатывать максимально дешево. То есть как только для того, чтобы, я не знаю, клиент платит вам полторы тысячи рублей, но вы при этом для того, чтобы мы эти полторы тысячи рублей оплатим, ему звоните и бегаете за ним каждый месяц, но это уже не работает. То есть вы выпадаете из модели, из экономики. Поэтому эта штука должна работать абсолютно автоматически. И, соответственно, последовательность воронок, она тоже все время настраивается. Вы можете указывать, вот он купил здесь, отлично, значит, ему прикинули в следующую воронку и должны ему через два месяца что-то допродать. Через два месяца тот чувак в этой воронке, сейчас мы ему что-нибудь допродадим. И начинаем ему показать рекламу, роботам позвонить, смс-ку отправить. Не сработало, менеджер позвонит, ну и так далее. То же самое касается, например, опять же, что мы можем еще автоматизировать? Всякую документальную историю. То есть помимо того, что CRM может сгенерить документы, еще же нам нужно иногда всякие проводки делать, какие-то закрывающие документы, заказы в 1С и так далее. Мы, например, сделали так, что 1С сегодня открывается прямо из CRM. То есть если у вас менеджеры настолько образованы или вообще привыкли к тому, что они работают еще и с 1С, то вы теперь можете прямо в интерфейсе CRM открыть 1С и сказать так, вот твой клиент, сделаем здесь документы, а потом эти документы автоматом мы вытягиваем в CRM-ку, кладем их в карточку и, соответственно, можем либо отправить клиенту, либо просто оставить и приложить туда. Что еще может автоматизировать? Скоринг. Что такое скоринг? Это когда у нас с вами есть какой-то рид или потенциальная сделка, и мы можем, еще ничего не зная или не разговаривая с клиентом, уже примерно понимать, насколько этот клиент вероятен. Да, и каждое наше следующее действие эту вероятность, по идее, должна повышать. А в зависимости от ответов клиента вероятность может снижаться. И таким образом мы в CRM сразу видим, а что у нас происходит. Вот мы написали письмо, а нам клиент ответил, а вероятность упала. И мы такие, опа, а что это она упала? Смотрим, а клиент ответил, пошли вы нафиг. Соответственно, мы пытаемся с этим что-то делать. И зачастую скоринг нам показывает, а насколько вообще важно сейчас с этим клиентом именно проконтактировать и с ним о чем-то поговорить, нежели чем, например, с другими 10-ми. Мы можем это, собственно, увидеть. Что еще нам, что еще мы можем сделать? Мы можем работать с уже накопленной базой. На самом деле, с того момента, как мы подключили каналы коммуникации, наша база клиента начинает постоянно расти и пухнуть, и расширяться. Потому что все звонки, все сообщения, все имейлы, все попадает в CRM. А это значит, что у нас база пухнет, 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 и буквально через несколько месяцев она уже становится огромной, и с ней уже можно реально работать. И работать с этим можно с помощью, собственно, CRM-маркетинга. И здесь мы тоже целый ряд вещей можем автоматизировать. Ну, например, понятно, что у нас есть какая-то база, мы ее можем сегментировать и по сегментам запускать какие-то маркетинговые активности. Можем разовые делать активности, просто вот сегодня нам захотелось, маркетологу в голову ударило что-то, он говорит, так, сегодня, короче, мутим акцию, вот на этот сегмент запускаем рассылки, там, взвоны и так далее. Или можем просто взять сегмент и отправить его на проработку менеджера. Потому что понимаем, что маркетинговый инструмент здесь не очень сработает, надо поговорить. И мы как раз из целого сегмента создали целую новую пачку лидов, которые менеджеры пошли обрабатывать. Или Северенка сама пошла обрабатывать. То есть она начала звонить, например, роботам или начала отправлять какие-то сообщения. Сегменты бывают нескольких видов, они бывают статические, когда мы сказали, что вот это наши клиенты, которые у нас VIP, и мы их не трогаем, или холим, или лелеем, для них отдельная работа. Они могут быть динамические, например, когда мы говорим, что нам нужны в сегменте все клиенты, которые у нас ровно полгода назад что-то купили. Или купили что-то конкретное. Вообще, в принципе, за всю историю взаимодействия. Понятно, что этот сегмент будет все время как-то меняться. Потому что, во-первых, время идет, а во-вторых, клиенты либо добавляются, либо убавляются. Ну и плюс еще всякие готовые сегменты серии там аудитории по какому товару, аудитория с определенным интересом. Или там просто клиенты без активных сделок. То есть у нас там есть база клиентов, а есть база сделок. Мы там все рамки их сравнивают и говорят, вот у нас для тысячи клиентов нет ни одной сделки. С ними что-то можно поделать. Можно там как-то ограничить по времени и так далее. На самом деле сегментов может быть целая куча. Я бы здесь обратил внимание, что если уж заниматься внедрением и разбираться с тем, как мы с клиентами работаем, имеет смысл сразу подумать, а как мы их потом захотим сегментировать. И, например, захотим мы их сегментировать по какому-то демографическому факту или по локализации. Или по уровню дохода. Допустим, мы хотим по уровню дохода сегментировать людей. Что нам нужно делать в самом начале, чтобы потом в CRM эту информацию иметь. Мы где-то должны задать этот вопрос. А, соответственно, менеджер, например, разговаривая с клиентом, не должен смочь перевести сделку на следующую стадию, если не задал вопрос, который сможет помочь разобраться с уровнем дохода нашего клиента. CRM это умеет, то есть менеджер пошел, поговорил, на следующую стадию двигает, и он говорит, подожди-ка, ты не запомнил ответ. И пока он этот ответ не запомнил, дальше сделка не пойдет, соответственно, ничего дальше происходить не будет. Поэтому он, если уж забыл, перезвонит, переспросит и так далее. Как выяснить уровень дохода, я думаю, что разберете, какой вопрос надо задать, или несколько вопросов, которые помогут сформулировать это мнение. Ну и еще целый ряд различных там, может быть, сегментаций, касательно, например, почему он купил, как регулярно он пользуется товаром или услугой и так далее. То есть из этого всего надо заранее подумать и в CRM, соответственно, поля завести, чтобы или менеджер, или она автоматом как-то эти поля заполняла для наличия сегментации. Когда мы сегментировали, то есть определенный сегмент, мы с ними уже там работаем. Опять же, стандартные средства работы, включая рекламные компании, сегменты через различные рекламные кабинеты, пожалуйста, подключаем и запускаем. И это позволяет нам очень персонализированно подходить к людям. То есть не то, что мы взяли и забабахали одну рассылку на 10 тысяч клиентов, потому что вот, все получили и расстроились. И отписок потом много, а мы можем персонализировать. И оставаться в информационном пространстве клиента, что тоже может быть очень важно, потому что персонализированная реклама на самом деле не самый дорогой способ, особенно при работе со своей имеющейся базой. Потому что там будет высокая конверсия, высокая вовлеченность. Потому что люди уже нас знают, они нами пользовались или, по крайней мере, общались когда-то. Соответственно, реклама наша будет работать гораздо эффективнее, чем просто на незнакомую аудиторию. И здесь очень важная история. Это стратегия, целостность стратегии. Я вот показываю один пример. Если вдруг здесь есть представитель этой компании, он себя узнал, знаете, почему я там записался? Это за один месяц количество писем, пришедших мне от одной компании. От одной компании. И ни одно из этих писем не попало в мою потребность. Ведь они точно знают, что я у них покупал. Они точно знают, что именно я у них делал. Я делал на заказ. А здесь все какая-то вот... Я никогда у них не покупал ничего готового. Да? Соответственно, вот что такое целостность стратегии? Это значит, вот не слайд всем подряд, все подряд. Причем они наверняка уверены, что это отлично работает, потому что спама дофига. То есть писем много, соответственно, реакции тоже может быть много. И это вроде как-то работает. Но я отписался. Я думаю, еще очень где отписались. На самом деле, стратегия может быть пошаговой. Да? То есть мы что можем сделать? Мы можем сначала показать рекламу. В том канале, в котором я, например, чаще реагирую. Реклама не сработала, ну давайте отправим письмо. Письмо не сработало, давайте напишем смс. Не сработало смс, давайте позвоним. Да? То есть мы можем идти последовательно. Если я отвалился, в смысле, если я среагировал вот здесь, на первом шаге, отреагировав на рекламу, не надо мне все остальные делать. Не надо мне присылать еще, я уже среагировал. Ну и так далее. И CRM сегодня позволяет нам сделать достаточно просто. В том числе, когда мы работаем с повторными продажами, CRM может сама автоматически, вот мы первую продажу совершили, все, CRM, менеджеру не надо ни о чем думать. Он сделку закрыл, пошел следующую закрывать. Но CRM эту сделку запомнило и вернет ее через какое-то время уже в воронку возвращения сама автоматически. Ну и самое главное, что мы за всем этим можем следить и наблюдать. Видеть, что именно происходит. То есть мы видим все наши сделки в готовых отчетах, сколько где денег, на какой стадии что застряло, где стадии с наименьшей конверсией. То есть мы уперлись, например, в какую-нибудь генерацию документов или в ответ на коммерческое предложение. Самая частая большая дыра в воронке продаж, это мы коммерческие предложения отправили и все, и оно пропало. И у нас кучу сделок на стадии КП. Что с этим делать? Внедрять туда дополнительные стадии и разбираться. А почему так происходит? Может, потому что менеджер КП отправили и забыл, а может, потому что цены дорогие. То есть это надо выяснять и разбираться, что не так. А может, мы не попадаем где-то в потребности этих клиентов. Соответственно, мы это увидим сразу же в отчете и сможем с этим что-то делать. Придумывать способы, как сократить отток на той или иной стадии. И получать ответы на вопросы, насколько эффективно работает реклама. То есть уже следующий шаг внедрения CRM, это, собственно, сквозная аналитика. Когда мы получаем рекламные каналы и видим, что мы вот сюда вот внесли 25 тысяч рублей, и с 25 тысяч рублей вернулись нам в виде 8 тысяч рублей. И мы такие, что? А что сюда? А как? Вот такой ROI минус 50%. И мы видим, что у нас где-то реклама работает хорошо, где-то не очень, и, возможно, надо пойти покрутить объявление. Возможно, вот сюда бюджет вообще не надо запихивать. А сюда вот можно смело увеличивать, потому что ROI положительный и вот такой. И мы видим конкретно каждые наши, по сути, маркетинговые затраты. И как они возвращаются реальными сделками с реальными деньгами. не то, что нам там рекламный кабинет говорит, мы вот вам привлекли 100 человек. А эти 100 человек конкретно видны в CRM, вот они 100, из них до сделки дошло 5. И мы заработали на них вот столько. Соответственно, выбираем, что с этим делать дальше. Ну и в целом CRM позволяет нам относиться к клиенту гораздо лояльнее, и, соответственно, он к нам начинает относиться гораздо лояльнее. Просто потому, что мы устраняем плохой человеческий фактор, а добавляем позитива. Потому что менеджер меньше тратит времени и всяких своих усилий на то, чтобы что-то вести, записывать и так далее. Он становится более свободен, более счастлив и лучше разговаривает с клиентами, лучше с ними общается, при этом ничего не забывает. Менеджер у нас такой, как робот, потому что ему все подсказывает. Ну и, собственно, вот такая вот автоматизация. Сегодня возможна. Спасибо большое за внимание. И есть у меня время на вопросы? Я что-то такая разогнался, не знаю. Ну, спасибо большое. Спасибо большое. Что со временем? У нас тут такая секция на четыре человека за полтора часа. Я вот не знаю, сейчас много времени потратила или мало? Да, 40, 40, 40. Ну, где следующий? Если есть вопросы, наверное, стоит это. Да, давайте. Если есть вопросы, я всегда. У меня есть. Давайте. А активно у вас в мобильное приложение в сервере вы переходите или нет? Не очень понял. Битрик 24 на мобильных устах. Да. А активно ли они пользуются или нет? Самый сервер? Да. Нет, не очень. В основном через браузеры и тестовое приложение. А почему? У нас еще не все сценарии в мобильных хорошо реализованы. Это так. У нас там есть еще на чем работа, сейчас работа ведется. Ну и такая история, что очень многие вещи сервер все делает сама. То есть не надо туда заходить, чтобы, например, зафиксировать что-то. То есть туда нужно только вот такие какие-то редкие вещи заносить, потому что звонки, письма, вся переписка, она и так там будет. То есть менеджерам не нужно заходить, чтобы зафиксировать, потому что он знает, что он повернулся на рабочее место из полей, открыл сервер, а там уже все есть. Единственное, что нужно, добавить какие-то вещи, связанные с оффлайн-встречами, какие-то комментарии записать. И все. Ну, мы над мобильным приложением тоже сейчас много работаем, чтобы там сценарий прокачивать. Да, пожалуйста. Николай Хропан-Изейц, мне интересно, по каким параметрам вы распределяете сделки между партнерами? То есть там приходят запросы от клиентов, вы распределяете их, система распределяет их. Слушайте, это довольно сложная система, и вот так не рассказать. потому что там много очень факторов, которые влияют на объемы, которые партнер может получить. И, грубо говоря, мы каждого партнера, по сути, спорим. То есть мы сохраняем о нем информацию, как быстро он их берет, как быстро он их закрывает, с какой эффективностью, с какой своей внутренней конверсией. И в зависимости от этого работает система распределения. Там довольно сложно. Вы полностью это автоматизировали? Да, абсолютно. Единственное, что мы проверяем вручную, это на спам. То есть там партнер, мне давай спам не сделаем. Спасибо. Ну что? Я пойду? Спасибо большое за внимание. Надеюсь, я... Всем добрый день. Мы сейчас постараемся поработать с этим ноутбуком еще раз. Меня зовут Игорь Ганесян. Я занимаюсь развитием рекламных технологий в компании «Вотор» и монетизацией данных. Сегодня расскажу немножко про Wi-Fi-маркетинг. Соответственно, сразу постараемся перейти к следующему слайду. И не получается. Вниз. Вниз. Есть как-то так. Отлично. Дальше буду рассказывать, что это за продукт и так далее. Но сначала, наверное, немного о самой технологии. Соответственно, наверняка многие из вас слышали, что существует технология Wi-Fi-аналитики, Wi-Fi-таргетингов и так далее и тому подобное. Что он из себя представляет? Ну, в общем, это некие устройства, которые умеют собирать информацию о смартфонах, всех наших с вами. Да, соответственно, каждый смартфон пытается найти Wi-Fi-сеть по тем или иным причинам. Ему иногда нужно восстанавливать наше Гео. Не будем сейчас вдаваться в подробности, зачем. Вот. И он посылает сигналы, в общем-то, вокруг себя. Эти сигналы, они ловятся устройствами, так называемыми, Wi-Fi-сниферами, иногда это называются сенсорами, ловушками. Там очень много разных названий. Компаний на рынке тоже приличное множество. Все они работают по логике. Увидел смартфон, записал к себе, что-то потом с этим делаешь. И здесь существует развилка. Если это компания, которая занимается специализированным оборудованием, то, естественно, они могут делать какие-то определенные сложные механики. И, например, это моментальная активация проходящих мимо потоков. Это сразу можно отправить смс-ку, показать рекламу на странице ввода данных в себе, так называемый captive портал. Но наверняка многие из вас сталкивались с регистрацией в Wi-Fi-сетях, когда нам предлагают зайти в сеть, особенно, где очень плохо ловят интернет на телефоне, мы с вами должны зарегистрироваться и указать на их телефон. Вот. Соответственно, эта информация, она запоминается, понятно, что там все есть, персонализируется и так далее, и тому подобное. Но когда вы в следующий раз проходите мимо этой точки, где есть это оборудование и знает вас, оно может, в принципе, либо послать вам какое-то уведомление, если вы подключились к интернету в нем, потому что оно же что-то знает о вас, вот когда-то были, это еще, в общем-то, в сеть вошли. Либо, вариант 2, послать смс-ку, потому что известен ноги телефон. Вот. Второй вариант, это взаимодействие в некоторой степени отложено, и как раз-таки то, что делает Эватор, это скорее вторая история. Соответственно, мы с помощью терминалов Эватор умеем собирать, в общем-то, тоже похожих вокруг терминалов и дальше с этой истории работать. Работает это все через нагрегированные, уже не сейчас деперсонализированные полностью сегменты. Рекламу можно показывать на пользователе в социальных сетях, в порталах, новостных сайтах и так далее, и тому подобное. То есть, по факту, любой владелец с кассой Эватор, если знаете, что это за бренд, надеюсь, вас слышали, это такие смарт-терминалы с планшетиком, не просто касса, а прям такая красивая, функциональная, на ней Android, и много всего можно интересного делать. И вот, соответственно, любой владелец может установить в приложении, у нас есть целых два на данный момент, это HotWi-Fi и TvProWater, обе компании имеют определенный опыт в Wi-Fi-аналитике, поэтому с ними, естественно, было логично интегрироваться. Также в процессе интеграции и другие компании, либо работа с ними посредством, в общем-то, под WhiteLayPal. Основная идея в том, что любой владелец с кассой может собрать аудиторию посетителей или прохожих и потом с ней как-то работать. Но тут сразу возникает вопрос, а как работать с этой аудиторией? Ну, то есть, мы прекрасно понимаем, что люди, которые владеют кассами, ну, во-первых, дефицит времени, во-вторых, дефицит каких-то, может быть, знаний в работе с рекламной платформой, все это приводит к тому, что человек начинает, ну, идти, допустим, по первому подходу, это ручная настройка рекламной кампании, есть те специалисты, которые умеют работать с рекламной платформой, вот тут перечислены Яндекс.Аудитория, соответственно, это RSI, это MyTarget платформа, это Facebook, это те платформы, с которыми, ну, действительно нужно уметь работать. Facebook недавно выпустил обновление и там есть практически полная автоматизация запуска рекламных кампаний, но она сейчас идет в сторону инсталлов приложений, соответственно, когда это придет в сторону, там, других, скажем так, действий, оплаты, вот просто за конечные действия, конечно же, будет легко и просто запустить рекламную кампанию. В целом, Яндекс и Таргет тоже стремятся в этом направлении, постепенно вводят эти модели. Яндекс тоже недавно носил возможность запуска практически максимальной автоматизации и у Таргета тоже есть инструменты, которые позволяют уменьшать количество действий, сразу выбирая, а в общем, что ты хочешь от рекламной платформы и у тебя сокращается количество ну, как бы ненужных, наверное, настроек в данном случае. И я тут специально показал, что, соответственно, ситуация такая, что человек, когда ничего не знает, у него начинаются вот эти шаги, ну, вот он заходит в приложение, это интерфейс, он, в принципе, похож и в приложении HotWiFi, и в приложении твой промоутер, соответственно, логика одинаковая, ты можешь взять аудиторию прохожих, посетителей, тех, кто там был, например, за последний месяц, полтора, два, три, рядом с твоей торговой точкой и как-то им рассказать о себе. Ну, мы запускали как раз это все, ну, как бы мы это запустили давно, но еще раз напоминали о приложении во время, в общем-то, пандемии, что логично, да, и мы старались, чтобы нас услышали, потому что работать с аудиторией можно по логике, что, ребят, мы не загнули, если закрылись, мы сегодня открываемся, приходите к нам, то есть, напомните себе, что мы живы, здоровы, или у нас появилась доставка, у нас открылся интернет-магазин, все это позволяет делать, в общем, коммуникацию через данный сказ. Соответственно, вот пользователь, он видит в интерфейсе количество, это не обращайте внимания на цифры, это офисная касса, которая у него на тесте стояла, ну, вы видите, что там видно количество и вошедших, и количество людей, там, точнее, смартфонов, которые видели вокруг, здесь очень высокая цифра, потому что терминал путешественник, поэтому он там набирает много информации, но в целом, для обычной типичной торговой точки за месяц может быть, ну, около, там, 10-15-20 тысяч угумников иногда, и цифра в 66 тысяч вполне себе адекватна, если это какой-нибудь торговый центр. Вот, и когда человек встает вопрос, что ему нужно работать с этой аудиторией, появляется вот эта дилемма, выбрать, соответственно, платформу, и потом еще очень большое количество шагов до запуска рекламной кампании, а потом еще надо эффективность посчитать, вот это все, очень много вопросов, криотируем сделать, и так далее, и мы поняли, что единственный, как бы, такой верный путь для того, чтобы решить боли и не отпугнуть от этого приложения, это, по сути, работа с автонастройкой. Так, случайно нажал, ничего не произошло, с автонастройкой. Это нам позволяет, в общем-то, сократить количество действий, по сути, до одного. Человек может просто зайти, вот сейчас переключилось, видимо, он просто отложен это делает, то есть, можно просто нажать кнопочку, выбрать, по сути, ну, как бы, даже не выбрать, а просто описать коммуникацию, которую хочется дать клиенту, там появляется три базовых поля, расскажи о том, какая у тебя акция, расскажи, кто ты такой, там, напиши свой бизнес, и, соответственно, если у тебя есть какие-то иллюстрации, дай их нам. Если нет, не проблема, коллеги из сервиса, которые занимаются запуском этих рекламных кампаний, все готовят, формируют, и тут остается ждать результат, и это стоит максимально вменяемых денег, то есть, по факту, мы с вами понимаем, что интернет-реклама еще может отпугать тем, что это стоит денег. Ну, как правило, рекомендуемые бюджеты, там, сотни тысяч рублей, может быть, десятки тысяч рублей, мы идем, сейчас от цифр, 6 тысяч, 11 тысяч, и уже можно запустить рекламную кампанию, причем все эти деньги идут на открутку рекламы, это не так, что там, это какая-то комиссия, еще что-то, в эти же деньги входит и подготовка нескольких креативов, и, соответственно, в некоторых случаях это там, какой-то быстрый анализ сайта, он, конечно же, должен быть, потому что ни одна реклама и платформа просто не даст запустить рекламу, если нет ссылки перехода, и тут как бы есть тоже опции, но нет у тебя сайта, тебе помогут его сделать, опять же, за те деньги, которые для малого бизнеса вполне себе, они смогут их потянуть, скажем так, вот, а дальше осуществляется магия, в общем, после вот этих буквально трех пунктов, которые заполняются, к ним приходит аккаунт-менеджер, спрашивает уже более детально, если какой-то информации не хватало, и за сутки запускается рекламная кампания. Дальше это все, вот, пожалуйста, перечень площадок, где это может быть запущено, соответственно, это вот социальные сети, которые вы можете узнать, и дальше еще, что самое классное, можно посмотреть результат. Результат, по сути, измеряется двумя методами, ну, например, в MyTarget, где у нас тут логатик, Майловский оказался, ну, в общем, MyTarget, это Gmail, там можно посмотреть даже статистику по доходимости, то есть, по факту, мы берем информацию, опять же, с той кассы, с которой собирали изначальный сегмент, и закидываем фид, так называемый, с аудиторией, и это позволяет рекламной платформе отфокуцировать показы, и таким образом, мы с вами получаем результат следующей, конверсии в посетителей. Это как раз будет продемонстрировано дальше на кейсах, реклама была показана какому-то количеству людей, рекламная платформа знает о том, кому это было показано, и потом мы и говорим, кто пришел после того, как реклама была показана. На основе этого, считайте, конверсия достаточно простой расчет, но зато он говорит, ну, демонстрирует нам, во-первых, то, что технология работает, я, кстати, на первом слайде должен был сказать, что очень много сейчас разной информации про то, что операционные системы, там, первые слова, которые наверняка слышали, там, про андомизацию МАК-адресов, это тот адресификатор, с которым все это работает. Ну, как бы, технический аспект, демонстрирует, конечно же, присутствует, но, тем не менее, это не мешает на данный момент запускать рекламные кампании и приводить к себе, там, новых клиентов, возвращать тех, кто был, поэтому, если в новостях, там, пишут, что операционная система Android выпустила новый апдейт, который, там, все сейчас убьет, на самом деле, надо понимать, что это когда-то, наверное, произойдет, но это не произойдет завтра, послезавтра, там, даже через полгода, потому что, а, для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы сменились операционные системы на всех девайсах, стали, естественно, более свежими, а обычно, ну, как бы, кроме флагманов, обновления долетают далеко не до всех девайсов, если ему, там, больше года. Второе, девайс сам, ну, то есть, наш смартфон, он должен поддерживать этот функционал технически. Если он его не поддерживает, то вот это все, что там пишут в новостях, будет работать, когда выпустят новые устройства на вот этой операционной системе и еще заодно подготовят железо под эту технику. Вот, поэтому бояться не стоит, здесь действительно надо пробовать и, как раз таки говоря о пандемии, возвращаясь опять же к ней, мы понимали, что тут еще важно дать одну обязательную опцию, чтобы, в общем, торговая точка, у которой есть задача вернуть клиентов, не пыталась, опять же, установить приложение, дождаться, когда соберется аудитория, люди нигде не ходят, они дома сидят на изоляции, где взять клиентов. И мы, соответственно, поскольку уже запускали все это в тестовых режимах, у нас были данные. Соответственно, что мы сделали? Мы сразу предложили в середине марта вот эту опцию. Если вы подключаете приложение, то у тебя появляются данные за последние на тот момент, получается, там, три с половиной, четыре месяца, и это позволяло, в общем-то, сразу уходить к своей аудитории, рассказывать о том, что открылся онлайн-магазин, появилась доставка и так далее, и это действительно помогает, потому что это позволяет, в общем-то, не ждать месяца-двух, когда к тебе придут люди, чтобы с ними работать, а именно сразу работать со своей аудиторией. И второе, что мы сделали, мы понимаем, что далеко не во всех случаях торговая точка бывает в проходных местах. Даже в том же самом торговом центре, она, например, находится на четвертом этаже, это может быть специфический этаж, где, например, детские товары, но туда доходят не все. Однако на этом же этаже может быть и вовсе не детский товар, расположенный, просто, ну, так получилось, что у них только там была возможность ее открыть, как к себе привести аудиторию. Ну, в общем, либо какими-то методами максимально широкими, либо подключить, к примеру, вот тоже сервис, мы добавили, это EvoTorGeo, это, соответственно, возможность расширить аудиторию вокруг своего терминала. До 300 метров можно прям выбрать ползунком, какие люди тебе нужны и дальше уже с ними работать. Ну, и дальше кейсы, чтобы не быть голословным, что это все действительно работает, это вот прям то, что было совсем недавно запущено или даже до сих пор идет, соответственно, рекламный бюджет 5000 рублей. Креатив, в данном случае у клиента, соответственно, иллюстрации были, но они могут не быть, сейчас нет проблем с тем, чтобы где-нибудь на стоке купить картинку, она не стоит недорого, поэтому это, как правило, решаемо. Вот, и дальше можно увидеть вполне себе адекватное количество показов, и немаленькое, то есть по факту одна торговая точка она смогла с помощью данных, которые у нее были с терминала EvoTor, собрать столько аудитории, чтобы потом показать 30 тысяч показов. Причем у нас нет задачи там как-то по сумасшедшему раздуть частоту, чтобы это там было 500 человек и потом частота 280, там 500 и так далее. На самом деле здесь, конечно же, есть баланс, потому что вот эти штуки, они должны быть естественно на хорошем уровне, и вы можете увидеть, что очень хорошая цена клика, и самое главное, что для цветочного магазина 227 рублей при заказе, ну там, наверное, тысяча-полутора рублей, это уже вполне себе покупаемо. Вот, так что категория достаточно непростая, то есть цветы, это не та категория, в которой нам каждый день нужны цветы, да, ну то есть по факту, наверное, продавать помидоры там свежие, вкусные, гораздо проще, чем цветы, потому что спрос различный, но тем не менее, это и в цветах тоже работает, причем, что самое классное, вот эта статистика, она как раз получена с помощью технологий, то есть по факту мы можем в том же самом MyTarget это посмотреть, ну, если MyTarget не запустили рекламную кампанию, например, сделали это в Яндексе или еще где-то, мы все равно знаем, на кого изначально ориентировали рекламную, понимаем, кто после этого пришел, вот, и что самое здоровское, то, что часть людей, будучи в оффлайне, пойманные, они потом в онлайне совершают заказ, либо звонят, либо, соответственно, делают это на сайте, по-моему, это круто, и мы как раз сейчас развиваем направление вывода в сторону интернета, мне кажется, что это Елена Нича, НТС, здравствуйте, вот, и еще один кейс, у нас прям категория барбершопов достаточно активно пошла вот в эти все технологии, это чуть ли там не пятый, не шестой, даже может быть, десятый кейс, соответственно, про то, как это работает для барбершопов, понятно, что здесь показов уже будет меньше, потому что так, как нужно, и вперед, дальше, соответственно, вот цифры, тоже все красиво, хорошо, когда барбершоп приходит за 88 рублей, то это тоже, естественно, окупает рекламу, это достаточно, тоже немало клиентов, и самое главное, что зачастую эти клиенты, они, в общем-то, живут рядом, они просто не знали, что есть, допустим, такой хороший барбершоп, или теперь не надо, там, ездить куда-нибудь в другую часть города, когда у тебя рядом с домом все это есть, это большинство людей становится потом регулярными клиентами, и самое главное, что как раз-таки и в интерфейсе, для тех, кто умеет запускать рекламу сам, и при автонастройке аудиторию можно разделить, и потом с ней работать, соответственно, так, как хотелось бы, то есть, есть и аудитория, которая была у нас, допустим, мы понимаем, что там 3 месяца человек уже не был в барбершопе, но это как бы такое предположение, что он не был, но это все можно, опять же, с технологией проверить, и мы просто берем на всех посетителей, которые были там 3 месяца назад, запускаем рекламную кампанию, получаем, в общем-то, возвраты, да, а второй вариант, это люди, которые ходят мимо каждый день, почему бы на них тоже не выйти, не рассказать, что этот барбершоп есть, плюс гео, который до 300 метров, ну, пешком, по-моему, несложно пройти даже 300 метров, чтобы зайти в барбершоп, и вот мой последний слайд, он про то, что надо выходить в онлайн, это, наверное, единственный путь сейчас, который позволит, в общем-то, оставаться на плаву, зарабатывать деньги, продолжать это делать и зарабатывать больше, поэтому мы, понимая, что такой тренд, он есть, нам это все показало, в общем-то, режим самоизоляции, и так далее, и тому подобное, мы запустили также сервисы дополнительные, это и настройки онлайн-витрины, то есть, по факту, в Аторе есть там список товаров, которые там пробиваются регулярно, номенклатуры, все это позволяет взять, и буквально по нажатию одной кнопки выгрузить это на готовый шаблон сайта, и уже у человека появляется, в общем-то, в некий каталог. Дальше с ним, естественно, можно работать, плюс есть там пакеты, которые добавятся тоже в приложение «Твой промоутер», и они позволяют, в общем-то, быстро, достаточно и хорошо запустить, опять же, маркетинговую активность. То есть, по факту, здесь уже дополнительные оценки сайтов, то есть, если у тебя есть сайт, то там реально маркетологи, которые, в общем-то, уже там несколько лет в этом всем работают, и могут сказать, что на сайте не так, что нужно сделать, чтобы люди начали приходить, начиная от того, что оно там не адаптировано под мобайл, по-моему, сейчас это просто, ну, как бы, гигиенический фактор, любой сайт должен под мобайл быть адаптирован, заканчивая тем, что нужно, например, поменять ценовую политику. Одни из кейсов, которые мы запускали, ну, как бы, есть успешные, есть не очень успешные. Вот не очень успешные они в тех случаях, когда, например, ценообразование, ну, как-то отвязано, наверное, от реальности, и там просто элементарно дорогие продукты. Ну, понятно, что не каждый может себе это позволить, это обрезает историю, которая может туда прийти. Либо там ценообразование настолько динамическое, что в рекламе показывается, что сейчас есть скидка на какой-то продукт, человек пока там дойдет, на второй день, на третий, у него же не обязательно там должны кончиться клубника, например, или он там сразу не захочет. И на третий день приходит, она, например, стала дороже. Что получаем? Получаем негатив. Вот это все как раз таки в рамках работы с клиентами позволяет им объяснить, как работать с этим, что с этим делать, и как, в общем-то, сделать так, чтобы потраченные ресурсы, в общем-то, их деньги, нажитые непосильным трудом, были потрачены на то, чтобы получить негатив вместо позитива. Вот, это тоже важно, это работать с клиентами, это все просто необходимо, просто запустить сайт, это означает, что тоже, ну, как бы сделать только лишь малую часть работы. Вот, это у нас все называется, в общем-то, сервисом для создания интернет-магазина в деле. Мы его тоже активно продвигаем, и в целом, ну так, скажем так, поделиться болью, скажу так, что, ну, есть аудитория, которая вот прям максимально готова к этому, они сами приходят, говорят, нам нужно что-то, чтобы сделать интернет-сайт, потом, естественно, возникает вопрос о том, что это нужно как-то продвигать, помогите с этим, и мы стремимся, вот я там про рекламные технологии, в своем там названии должности, про то, что эти технологии должны быть в том числе у малого бизнеса. Почему? Потому что, ну, мы понимаем с вами, что любой крупный производитель, у него есть возможность нанять штат, там, большой маркетологов, заниматься медиапланированием, выбирать площадки и так далее. Вот, когда речь идет у нас о малом и микробизнесе, естественно, тут как бы, либо это сотрудники, которые, естественно, вне штата, делают под заказ, но там вопрос вовлечения, да, и поэтому мы запускаем продукты от себя, потому что мы в этой ситуации уже понимаем специфику бизнесов, чем больше кейсов, тем лучше мы это понимаем, мы понимаем, что здесь, ну, как бы, зарабатывать можно нам, как компании, да, но при этом это не получится делать вот так вот там, сразу давая на 100 тысяч и все настроим. Это должно быть очень аккуратно, хорошо, продуманно, и самое главное, с эффективностью, это все, в общем-то, доказываем на кейсах, регулярно это все публикуем, и, конечно же, хочется призвать бизнесы, чтобы они не стеснялись приходить и пользоваться этими сервисами, потому что очень много усилий тратится на то, чтобы вовлечь людей в это, но, по сути, мы с вами все понимаем, что если компания не будет себя продвигать, ее просто не будет через какое-то время на рынке, по одной простой причине, потому что есть другие компании, которые занимаются продвижением, конкурируют и так далее. Мы с вами видим много различных, ну, скажем так, удачных кейсов, когда компании, там, сделали интернет-магазин или ведут паблик в Инстаграме, и у них получается огромное количество клиентов за счет того, что это уже просто работает, в общем-то, даже рекомендации одного человека другому, потому что он увидел какую-нибудь классную картинку, он уж сам это не использует, но у него это в голове отложилось, он потом это порекомендует, поэтому крайне важно всем этим пользоваться. Я работаю с интернет-рекламой достаточно давно, и, конечно же, и крупные рекламодатели тоже раньше не верили в интернет, телевидение наше все, но постепенно это все меняется, телевидение уже имеет гораздо больше бюджетов на протяжении, чем, простите, не телевидение, а, конечно же, интернет больше бюджетов, чем телек, чем радио и все остальное, поэтому этот канал, его, естественно, необходимо использовать. Ну и приходите к нам, смотрите это и другие приложения в маркете Eubator.ru, соответственно, призываю всех, у кого есть Eubator, обязательно это сделать, если бы это вы раньше не делали, просто найти приложение Твой промоутер, Кот Вай-фай, любые другие, и мы, естественно, не останавливаемся на таких технологиях, мы стараемся сейчас запускать еще и другие продукты, которые, в общем-то, будут служить верной опорой нашим клиентам. Это и рекомендательные сервисы, и там, возможности по созданию креативов, и многое другое, в общем, следите за анонсами, надеюсь, всем понравится то, что мы делаем. Спасибо большое, спасибо, готовы ответить на вопросы. Скажите, пожалуйста, вот у вас идет сбор данных от номера телефонов, правильно? Не совсем так, это другой идентификатор, называется MAC-адрес, соответственно, этот идентификатор получается с помощью вагнук, вай-фай связи, соответственно, есть вай-фай модуль в телефоне, и мы получаем идентификатор и вы просто проговариваете, что есть номер телефона, по которому нужно отправиться. А, да, я сейчас поясню, соответственно, этот тот самый первый слайд, это как раз два варианта работы с технологией. Первый вариант, это когда вай-фай аналитика и операторы вот этих всех технологий, они еще и раздают интернет. В этом случае человек логинится, чтобы получить интернет, и он обязан, согласно закону, передать свой номер телефона, чтобы войти в вай-фай сеть. В этом случае там есть номер телефона, и с ним можно работать. В нашем случае мы, ну, через кассу, естественно, интернет раздавать не будем, это будет односторонно, максимально. Вот. И поэтому здесь работает немножко по-другому. Мы просто в режиме сканирования видим, что рядом находится конкретный смартфон с вот этим идентификатором, дальше рекламная платформа, про которую я говорил, они распознают их. Вот. И... Проблема не возникает с этим, с сохранением персональных данных? Такие вот. Смотрите, у нас их нет, по сути, потому что персональные данные это там паспорт, это номер телефона и какие-то связки между ними. У нас вообще нет доступа к этим данным, потому что технология не позволяет это получить. Макадрес на данный момент не является предметом персональных данных. Самое главное, что мы еще стараемся вот эти гигиенические факторы на своей стороне контролировать, поэтому сегменты никогда не утекают в виде просто списочков и так далее. Это исключительно передача через рекламные платформы. И рекламная платформа здесь по сути является вот тем передачным мостиком, который по сути контролирует, чтобы все было хорошо и никаких утечек там просто невозможно. Это просто вот некое название сегмента от ваших посетителей, получите, заберите. все. Еще вопрос по поводу бюджетов и оформления. Бюджет, то, что мы оплачиваем рекламой, это через карту как-то банковским переводом, артой и все. Смотрите, да, это, наверное, стоило тоже показать, но в общем идея следующая. Есть абонентская плата за то, чтобы приложение само работало и было активно, соответственно, это включает в себя и вот это все аналитику по технологии, возможность там использовать сегментов и, в общем-то, позволяет людям, которые умеют руками запускать рекламные компании только за счет абонентской платы заниматься, в общем, сбором аудитории. Если речь идет о запуске рекламных компаний, то внутри приложения есть прям интерфейс, там выбирается бюджет, на который вы готовы, там прям два тарифа 6 тысяч и 11 тысяч рублей. Вот. И когда вы это все как бы нажимаете эти опции, выбираете, с вами связывается менеджер, потом вам доставляют счет, вы его оплачиваете стандартным переводом, проблем с этим нет, цепочка отработана. Как только оплата пришла, все, запускается рекламная компания, деньги зачисляются в рекламную платформу, ну там реально суток обычно хватает, если нет проблем с денежным переводом. Спасибо за вопросы. Еще? Окей. Спасибо большое. Желаю всем хорошего дня. Благодарю. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Здравствуйте, меня зовут Николай, я директор по развитию бизнеса компании «Зейц». Более 17 лет мы занимаемся производством рекламной продукции, это полиграфия, сувенирка, рекламный текстиль, униформа, ПОС-материалы. Мы занимаемся оформлением точек продаж, наружной рекламной, интерьерной, также федеральной логистикой и дизайнерской плакеты. Сегодня я расскажу вам о проекте, который мы сделали специально для сетевых клиентов. Сначала самостоятельно его реализовали, а в этом мы усилили с помощью наших партнеров в компании «Ред Продакши». Основные клиенты у нас в федеральной сети – это компания KFC, агрегатор в отделении «Клаб», «Бургеркинг», «Теремок», «Бургеркинг», «Самому» и много других. Мы работаем с «Бургеркинг» с 2012 года, эта компания насчитывала всего 40 ресторанов в Москве и Московской области. Мы принимали заказы от управляющей компании и от ресторанов. Вчатали вставки в лайбоксы, стикеры, меню, паблички и навигации, стенды. В какой-то момент мы поняли, что рестораны присылают нам заказы на одни и те же материалы. Мы составили список таких материалов, около 50 позиций, согласовали с управляющей компанией, производствуя эти материалы к себе на склад, произвели их небольшими тиражами, сделали бланк заказа и отправили в ресторан. Так бланк заказа был в 2013 году, у каждого ресторана в сети, ресторану поставили количество необходимых бланк, посылая новую бланку, потому что мы на центральные заказы отправляли в ресторан. Сейчас вот такой процесс заказа будет довольно забавным, но я знаю несколько компаний, достаточно крупных, которым до сих пор поставщики предлагают такой способ заказа, причем не держать в наличии материала у себя на складе. Каждый раз производят этот заказ, таким образом в торговой точке ресторана нужно ожидать производственного цикла 5-7 дней, пока этот заказ произведется и будет доставлен в ресторан. Мы же торговую сразу начали поставить со склада, сразу получили конкурентное преимущество, дали клиенту СЛА на сборку в течение суток после получения заказа, вне зависимости от его объема, от количества заказов на складе до сих пор СЛА соблюдаем. Мы работали с клиентом, росло количество товаров у нас на складе, номенклатура росла, росло количество отгрузок, но росло количество вопросов от ресторанов, как выглядит тот или иной материал, есть ли он на складе, как задать самовывозом, сколько стоит доставка, сроки доставки и так далее. Также управляющая компания клиента давала нам новые требования, например, клиент попросил делить документы по номенклатуре по департаменту, РЧА материалы должны были отгружаться с документами РЧА департамента, операционные с операционной, маркетингами с маркетингами и так далее. В общем, в одном и в другом накладе мы получали операционную проблему, которая росла из года в год. И в 2015 году мы поняли, что настал тот момент, когда нужно что-то менять принципиально, при этом улучшить коммуникацию с клиентом, дать ему какой-то новый и лучший сервис для заказа, и при этом снизить свою операционную нагрузку со своей операционной издержки. Так, в 2015 году нам пришла идея сделать первый закрытый веб-шоп готовной к полиграфии для Ванни Бургер. Как он выглядел и выглядит сейчас. Клиент получал фотографию товара, наличие на складе, актуальную цену, подробное описание. Также корзина автоматически рассчитывала стоимость доставки, набранная корзина в ресторан, потому что у каждого ресторана было индивидуально логин и пароль. Систему идентифицировал парус и корзина автоматом рассчитывала стоимость. Мы же автоматизировали со своей стороны процессы таким образом, что система автоматически после заказа генерировала, кроме того, наши 1С на сборке, разделяла их нужным образом по департаментам. Мы также подружили интернет-магазин с нашим перевозчиком, Курьер-сервис-экспресс-компания. При нажатии в корзине на кнопку «Оформить заказ» наш перевозчик автоматически получал заявку на забор груза из нашего офиса на следующий день. Таким образом, мы СЛА соблюдали на сборку не только по документам, но и физически, потому что Курьер всегда приезжает на следующий день, заказ должен быть сон. Так изменился бизнес нашего департамента за 5 лет по клиенту «Бургер Кинг». Мы не выросли в персонале, как 5 лет назад сейчас у нас работают два сотрудника на складе, все та же площадь 50 метров, но мы увеличили количество позиций более чем в 3 раза. При этом, в оборот, выручка нашего департамента по «Бургер Кингу» увеличилась более чем в 5 раз вслед за ростом сети. В 2018 году мы запустили веб-шоп для компании «Дода Пицца». Клен пришел к нам с просьбой забрать все стойки у старого поставщика, который делал поставки по бланкам заказов в Excel, настроить веб-шоп, запустить собственное производство, переместить товар на склад и начать отгрузку уже с нашего склада через нашу систему. Мы скопировали систему «Бургер Кинг», настроили ее на нового клиента, по-настоящему «Дода Пицца». Принципиально «Дода Пицца» отличается от «Бургер Кинг» от франчайзинговой модели «Бизнеса». Если в «Бургер Кинг» условно это один счет, один счет на месяц, то у «Дода Пицца» на тот момент будет более 200 юридических лиц. И все это предоплало. Сейчас это более 400 юридических лиц. Когда мы настраиваем систему, мы поняли, что наша текущая конфигурация недостаточно гибкая, она ее достаточно сложно настроить под все требования франчайзингового клиента, а франчайзинговый бизнес, в принципе, в России хорошо представлено, хорошо растет. Мы понимали, что рано или поздно к нам придет несколько новых клиентов, а нам нужно будет что-то им предлагать. Каждый раз перенастраивать систему, это будет проблема, но мы решили, как в 2015 году все кардинально поменять. Мы заказали разработку новой платформы с компанией Air, попросили коллег провести опрос среди наших текущих покупателей ресторанов на предмет их ожиданий о том и сетях. У нас есть гипотеза, что нужно клиенту, мы хотели их проверить. Итак, оплатка карт. Мы выяснили, что некоторые наши клиенты имеют ограничения по бюджету на закупку на нашем складе в месяц. Но те же клиенты имеют подотчетные средства, фактически наличные деньги от компании, которые они могут тратить, в том числе на эти покупки. Если мы сделаем оплату карки на сайте, мы сделаем процесс покупки очень простым для нашего клиента. Общие корзины. Мы заметили, что некоторые рестораны звонят, пишут, просят объединить их заказ заказы на других ресторанах, например, и доставить все это одной посылкой в каком-то адресе. Ресторан таким образом накануне доставки, но мы получаем также операционную проблему, мы можем удержать в голове соединять эти коробки. Мы попросили разработчиков добавить возможность собирать общую корзину прямо на сайте. При этом, когда рестораны собирают общую корзину, каждый ресторан добавляет товары отдельно, мы получаем на Одинесску разные комплекты других документов, но один заказ, который сцепляем в коробку, кладем туда несколько комплектных документов и доставляем уже по адресу. Доставка одной коробки по одному адресу всегда дешевле, чем доставка пяти коробок по пяти адресам. Качество контента. Раньше мы грузили фотографию в Одинес. Одинес я погружала на сайт, сжимала качество, в итоге директора ресторанов не всегда понимали, что есть что. Хотели разобрать детали, но просто невидкие. Мы попросили коллег сделать возможность грузить фотографии высокого разрешения на сайт, грузить видеоотзоры. Также мы начали контент снимать на профессиональную камеру на iPhone, как раньше это делали. История заказов, возможность повтора заказов, системы напоминаний, уведомлений, все, что есть в B2C-магазинах, мы или забрали в своей системе новой. Со своей стороны мы поставили разработчику амбициозную достаточно задачу убрать менеджера функцию, менеджера среднего звена со склада. Предпосылки к этому уже были, мы получали максимум пять звонков, пять писем в день от наших клиентов. Мы для Грунтеркинга грузили все документы в IDO, но тем не менее делали это руками, руками считали остатки на складе, делали заказы поставщику на собственное производство, руками распечатали бланки на сборку. В итоге мы решили все это автоматизировать. Мы, коллеги, разработали веб-интерфейс для сборщика, который является неотъемлемой частью системы. Теперь, когда приходит новый заказ на наш склад, колонка говорит сборщику, у нас новый заказ, он берет планшет, открывает веб-интерфейс, начинает сборку. В момент, когда он ее закончил, нажимает на кнопку заказ собран, клиент получает уведомления со сроком доставки, наш перевозчик получает заявку на забор груза на следующий день, и также бухгалтерия клиента получает комплект закрывающих документов в свою систему IDO автоматически. Автозаказ поставщику это каждой позиции на складе настраивается в системе минимальное количество остатка, после которого система автоматически отправляет уведомления заказ поставщику либо заказ на наше собственное производство на производство минимальной партии на поставку к нам на склады. Таким образом у нас попадает необходимость следить за остатками и делать их заявки руками. Так сейчас выглядит новая система для клиентов Dota Pizza. Мы планируем запуск 10 сентября, потратили на разработку около 3 миллионов рублей и около года так долго, потому что с нашей стороны участвовали много департаментов разработки финансов, операционка, маркетинг, продажа. Кроме этого, мы привлекались подряд по 1С, коллеги там настраивали эти синхронизации, и мы работали с разработчиком, и соответственно каждый спринт вносили новые и новые наработки, изменения в систему. Что в итоге мы получили? Мы получим все те же 50 метров складских площадей для работы с Burger King, когда у сотрудника место двух, максимальная автоматизация возможность масштабироваться не только в рамках текущих клиентов, увеличивать товарооборот, снижая цены, но и получать новых клиентов в виде франчайзинных сетей. У меня все, я передаю слово коллеге нашему Кириллу Кириллу, генеральной не проявлено. Меня зовут Кириллов Кирилл, компания Air Production. Мы занимаемся веб-разработкой сложных систем. В первую очередь мы специализируемся как раз на e-commerce, в частности B2B e-commerce, и с этой задачей пришли к нашим коллегам издельствия Николая и его коллегам. Мы существуем с 2015 года, входим в топ-30 лучших компаний по версии этих гранат-разработчиков, мы самая молодая компания среди первых 30-ти, очень этим гордимся, радуемся, и считаем, что мы развиваемся в отличие на остальные компании на рынке веб-разработке. Собственно, с задачей к нам пришли коллеги разработать интересную B2B-систему, в которой для каждого конечного ключевого клиента компании ZEITS зарабатывался свой собственный интернет-магазин, как сказал Николай. Но это не отдельное полноценное решение, это по сути дублирование такого мастера-решения для каждого ключевого клиента. Вот на примере Dodo и Burger King мы про это как раз говорили. То есть мы пошли по пути стандартной разработки при проектном анализа, начали мы с анализа бизнеса, первым самым балладам у нас обычно идет интервью представителей заказчиков. Это те иные подозрения, которые решают задачи через сайт. Это маркетинг, финансы, IT, продажи и другие отделы. У нас есть там большой опросник, мы не кладем славу по почте, мы именно в режиме интервью выясняем все бизнес-задачи, чтобы мы не продавали уже такое же решение, которое продают другим B2B-компаниям, но не учтет финансов бизнеса. После этого мы разметили целями то решение, которое уже существовало на текущих клиентах, для того, чтобы рассмотреть, где в воронке у людей случаются трудности. Мы понимаем, что здесь полностью отвориться люди не могут, поскольку здесь все-таки безальтернативная покупка, но они могут испытывать сложности, они могут осуждать колл-центр, звонить менеджеру и просто расстроиться и в следующий раз не позвать в центре детской компании. Поэтому мы учитывали все возможные проблемы с точки зрения воронки. Также мы провели кастов девелопмент, здесь такой немножечко безличный кусочек кастдева нашего. Как вы знаете, кастдев это тестирование гипотез на пользователях. В данном случае мы это сделали в виде такого интервью, там 15-20 вопросов, попросили 20 человек из Нордуэя, 20 из Бургера и мы можем улучшить технологический опыт, выяснение барьеры, выяснение инсайта и другую полезную информацию для того, чтобы реализовать это на сайте. То есть мы пошли и со стороны заказчика, и со стороны клиентов, чтобы нам на стыке получить наиболее хорошее решение. Также мы проанализировали лучшие практики зарубежные, российские и так далее. Довольно непросто анализировать лучшие практики битами-сегменте, поскольку это, как правило, пришли уже непосредственно к работе по спринтам. Здесь мы выбрали, как сказал Николай, agile. Это не самая типовая форма разработки для интернет-магазинов, поскольку, как правило, там все более-менее понятно. Но здесь у нас была система необычная, B2B-система со своими баллонными корнями, фишками и так далее. Поэтому мы не знали точно, когда у нас будет конец, и мы пошли по спринтам, кажется, две недели, в конце двух недель мы должны были получать осуществительный результат. Соответственно, мы запустили MEP и пошли дальше развивать систему этими же самыми спринтами без прерывания процессовой разработки. Некоторые фишки проекта, здесь я чуть-чуть пресекусь Николая, потому что он уже рассказывал, но постараюсь чуть более с технической точки зрения про них рассказать. Понятно, что здесь я не буду рассказывать про какие-то стандартные вещи, которые есть у любого интернет-магазина, такие как фильтры, каталог, корзина, оплаты, интернет-содинес и так далее. Есть такие небольшие отличия от стандартной системы, от стандартного процесса. Например, тот самый интерфейс сборщика, про который говорил Николай, это по сути является часть системы, это не отдельная какая-то система. В рамках того же интерфейса мы сделали специальный раздел разборщика, пользователи с правами сборщика заходят в ту же самую менеджер-додой Бургеркинга, только видит свой интерфейс, в котором он видит определенное количество товаров в заказе, нажимает кнопку начала сборки, фиксируется время начала, запускается таймер и мы фиксируем сколько времени он потратил на сборку, чтобы в дальнейшем улучшать процесс. После этого он отмечает позиции, которую он положил и логика настроена следующим образом, что если хотя бы одного товара не в наличии, он нажимает, что он не положил заказ уходит в отложенные. Такая бизнес-задача была. Дальше уже менеджер связывается с клиентом либо какими-то другими способами решать эту проблему, чтобы заказ получился полноценным. Также мы здесь делали заказ заканчивающейся позицией. У нас всего, как говорил Николай, два человека обслуживают полноценно целого большого клиента, такого как Додоли, Бургеркинг, поэтому они совмещают большое количество ролей за счет автоматизации. Здесь набор каких-то например листовок либо другого товара, который подходит к концу, а у нас в режиме реального времени мы видим остатки, и соответственно тот самый менеджер видит, что его порадно заказать, и можно в той же самой системе пополнить остатки в рамках единого бизнес-процесса. Также мы апеллируем такой сущностью как точки продаж, например, если мы говорим о франчайзинге, как история то у одного франчайза может быть одна точка продаж, может быть несколько, они могут добавляться, изменяться, поэтому мы даем возможность добавить точки продаж как место для доставки товара, как в процессе регистрации, так и в процессе жизнедеятельности клиента на нашей системе, так и прям непосредственно при заказе товара. То есть мы всегда можем менять эту историю. при этом мы решали еще логическую бизнес-задачу с тем, что товары есть в наличии и, например, в случае, если открывается новый ресторан, мы должны заказать довольно много товара. И на это тратится какое-то определенное количество времени. При этом, если он потратил много времени и потом понял, что этот товар уже нет на речи, пока он был в процессе покупки, это довольно грустно. При этом, он также может бросить корзину и заизолировать много товара в корзине, что тоже грустно для других клиентов. Поэтому мы сделали таймер, и при добавлении товара в корзину он включается на час. И пользователи видят непосредственно сколько времени есть у него для того, чтобы завершить заказ, чтобы товары гарантированно были у него в корзине. Наверное, самая важная часть этой системы, самая основная задача это масштабирование. То есть мы здесь делаем решение суперсложное и навороченное для того, чтобы можно было использовать его в любых ситуациях. При этом мы не делали принципиально разные решения. Мы сделали такую мастер-систему, которую можно донастраивать на новых клиентов. Понятно, что помимо Dodo и Burger King есть много других крупных клиентов, а будет еще больше. Поэтому для каждого нового клиента мы имеем возможность систему скопировать и донастроить параметры, которые необходимы, которые отличаются для нового клиента. способ доставки и оплаты. Где-то это генерация счетов, где-то это оплата карты, где-то постоплата и так далее. У некоторых есть совсем особые свои параметры, такие как особые условия доставки и оплаты для других стран, либо авиадоставка и так далее и тому подобное. Также для повышения лояльности клиента конечного мы кастомизируем довольно легко внешний вид системы. Как видно в скриншоте, внешний вид интернет-магазина для даду-пиццы, представленные в виде патронов таких кусочков пицц и других элементов их фирменного стиля и логотип. Это также довольно легко и быстро настраивается для нового клиента. Ну и другие параметры дополнительные. Будущее. Как я сказал, мы активно продолжаем развивать систему и сейчас у нас в планах новая задача это некая экономическая рекомендательная система. То есть мы анализируем проведение конечных пользователей на сайте и предлагаем им те или иные действия. Например, мы знаем, что приблизительно на 2-3 месяца конкретный ресторан заказывает конкретное количество рестовок. И в следующий раз, когда пройдет приблизительно такой же срок, мы заранее ему скажем, вдруг возможно тебе скоро плановятся рестовки. Хочешь заказать заранее, чтобы ему не пришлось срочно доставку заказывать, например. Это как один из примеров. Также мы будем считывать праздники, сезонность, другие параметры для того, чтобы систему сделать более интеллектуальной и она могла работать как некий почти искусственный интеллект. Это все, что я хотел сказать. Спасибо. Будем рады ответить на вопросы. Всем добрый день. Продолжаем нашу конференцию. Меня зовут Алексей Колоколов и я с вами поделюсь своим опытом по созданию маркетинговых дашбордов и в контексте такой задачи, возможно вам знакомой, что часто бывает кроме как маркетологу аналитику никому аналитика оказывается не нужна и очень тяжело вовлечь директоров, собственников бизнеса, чтобы они действительно использовались инструментами аналитики и пользовались дашбордами. Вот об этом я расскажу и покажу свои кейсы. Кто меня еще не знает, так, что-то у меня из фликера что-то не работает. заработал. Моя компания называется Институт бизнес-аналитики и уже 12 лет мы занимаемся проектами по аналитике по визуализации данных. У меня опубликована книга дашборда директора и сразу скажу за самый интересный вопрос я эту книгу сегодня подарю. И помимо проектов таких по работе с большими данными довольно много я работаю с крупными холдингами корпорациями как раз делая отчеты для первых лиц для советов директоров и как раз побольше как уже такой психолог визуализатор работаю с ожиданиями таких вот важных дядей которые хотят красивые картинки здесь и сейчас. и получается в моей практике есть и тоже проект дашборды и маркетинговые кликер у меня не подключен что-то у меня с мышкой так он у меня сюда не подключен сейчас работает то есть есть проекты не совсем про воронки и продажи но есть и про диджитальную наличку классическую и много про торговую то есть когда мы не про не клики конверсии а товарооборотов mcg какая сфера и как раз и про монетизацию больших данных в общем-то много различных кейсов и здесь я вас хочу тоже поспрашивать а вообще насколько эта тема вам близка у вас лично у вас или в вашей компании есть ли у вас дашборд поднимите руки у кого есть дашборд почти нутри ничего треть треть зала ну примерно значит что мы не пользуемся этими данными само собой я исключительно про дашборд и примерно статистика сходится я уже человек 300-400 опросил на эту тему третий дашборд есть вдвое больше нету и я для сверха как-то добавил ответ не знаю действительно некоторые не знают если компания большая может у кого-то в компании и есть а вопрос следующий а нужен ли вам дашборд те у кого есть тем нужен остальные остальные не знают и здесь на этот вопрос на самом деле средняя статистика такая что две трети почти утверждают что дашборд им нужен но еще еще больше людей не уверены спрос он превышает предложение многие компании хотят чтобы у них появилась вот такая вот система интерактивной онлайн аналитики но далеко не у всех это получается и особенно в малых бизнесах в малых бизнесах все равно куда ни плюнь там excel и google таблицы и здесь я как раз поделюсь своим личным опытом потому что долгое время я относился к этому так что ну мне то зачем этот дашборд у меня там ну свое агентство но все равно это малый бизнес это не НДС не Сбербак куда уж мне вот эти вот дашборды но постепенно все равно с ростом с одной стороны с ростом бизнеса и все равно с усложнением его структуры постепенно вот оно обрастало вот этими ну там и сервисами различными и отчетами которые мне руками делали сотрудники и партнеры присылали и я убедился что вот это все ну у вас наверное там или битрикс либо ама есть какая-то серая система в которой якобы отчеты есть какие-то карточки вороночки но я смотрю в это все и я не вижу ответа а реально сколько мы заработали как мы выполняем план продаж как это делится по продуктам по регионам по каналам везде нужно ковыряться а я как директор компании я хочу сразу видеть общую картину получать ответы на свои вопросы то есть вот эта вся история и еще один какой-нибудь диджитал сервис мне вот уже совершенно не нужен и вот что в компании у себя не беру я то есть вот это для меня дашборд когда я сразу же открываю и вижу на сегодня как мы выполняем план продаж как мы расходуем рекламный бюджет и вижу что темпы опережают нужно сейчас срочно тормозить какие-то рекламные компании какой у нас рои чисто от рекламного бюджета и 4 1 в 4 это уже такая граничная зона ну и давайте я это вам просто живьем покажу сейчас вот разверну к себе экранчик здесь получится и это на этом у меня все несколько таких демокейсов но часть на самом деле не тема даже а вполне реальные данные то есть что я здесь так это у меня уже данные за август то есть в августе мы тоже не выполнили план продаж это продаж именно это воронки онлайн курсов то есть у меня есть понятно корпоративные клиенты там где-то все штучно и есть такой больше B2C рынок где на среднем 500-600 тысяч в месяц покупают все эти курсы практически на автоворонках и вот вижу что есть курсы продвинутый курс по Power BI с хорошим роей с которым в общем-то 5,9 есть мы запустили новый курс нет старый курс с низким роей когда там реклама практически половину бюджета съела и как бы мы не строили планы по росту почему-то у нас стабильно с мая начинается падение хотя на карантин у нас выпал наоборот активный рост этого продукта и так вот периодически ну когда раз в неделю на оперативках с командой когда мне в любой момент станет интересно что же у меня с продажами я захожу сюда смотрю но честно скажу никому кроме меня в компании это не нужно моей команде продакту веб-аналитику им нужно другое и есть те же самые данные но развернутые уже глубже в разрезе и каналов размещения рекламы где уже вылезают все эти CTR цены лидов конверсии где это все можно развернуть в динамике и посмотреть что же у нас происходит с нашим как у нас скачет иногда непредсказуема стоимость лида и конверсия конверсия в лид и дальше уже на оперативках с командой мы обсуждаем иногда у нас что у нас с лидами с фейсбука куда мы дальше будем размещаться либо какие платные каналы и так далее то есть это что я хочу тебе показать что всегда есть на одни и те же данные два различных взгляда есть взгляд аналитика маркетолога где нужно действительно глубоко посмотреть и даже этого недостаточно для всех вопросов которые возникают по части рекламы но этот дашборд дает 80% по правилу ответов на вопросы на какие-то 20% мы лезем глубже в метрику или в сервис уже проверяя какие-то гипотезы но для меня важно это происходит реже и для синхронизации с командой мне важнее вот такой вот всегда стратегический взгляд действительно погрузившись сюда настроившись я готов переходить к какой-то глубокой аналитике но не чтобы меня сразу это все грузило цифрами вот это важный момент какой хочу вас лучше себя слышу какой до вас хочу донести и на что хочу обратить внимание к чему я тоже пришел но все равно будучи погруженным в вопросы маркетинга что не маркетинг и аналитика она не только вокруг вот этих всех воронок и рекламы строится и вообще собрал для себя такой вот срез что касается именно не финансовых показателей а такой стороны больше контентной и то чего мы не можем перевести в какой-то рой это как раз это работа контент-менеджера кто за паблики отвечает и здесь у меня вообще данные руками заносятся раз в неделю и ежемесячно вот так вот купятся срезы но для меня для понимания общей картины какие у нас паблики растут где иногда сказывается на падении вовлеченности допустим мы там взялись наращивать группу на фейсбуке но вовлеченность у нас в определенный момент упала да и сильно потом так и не отскочила с набором вот такой вот массы или вещи которые говорят мне больше даже о моих задачах потому что я понимаю просто агентство или мои внутренние сотрудники не сделают мне бизнес если я не буду давать тоже нужный контент потому что оно завязано все-таки на мой контент на мой личный бренд и вот это как раз срез по мероприятиям вот еще в феврале я ездил на конференции вот вижу как было там в Питере в Тамбове потом это все перешло в онлайн и там статьи статьи в СМИ статьи в пабликах ну и вот даже видно на графике вот это вот падение в мае чего-то там я уж не помню то ли я затянул то ли я придирался к копирайтерам и не согласовывал всего две статьи было и вот что мы видим в июне сразу уже такой провал в продаже книги потому что речи они вот такие вот взаимосвязанные и это вот мне такая всегда напоминалка больше что я как директор компании то есть не просто как владелец есть тоже мои задачи которые влияют на результативность на самом деле и всех остальных воронок но это вот как раз такой верхнеуровневый контекст как это потом все прилетает там серия хоккеистов с этого на самом деле не с этого это не какая-то сквозная аналитика но вот косвенная картина как это все получается вот тоже пример взгляда именно сверху вниз чего что не завязано ни на сервер ни на рекламные кабинеты а именно на систематизацию у меня была задача попытка собрать в общую картину и чтобы она мне давала какие-то инсайты про что делать контент что делать с пабликами какие каналы развивать вот это лично лично мой опыт но на самом деле сейчас конечно я вам показываю уже такие красивые отработанные картинки но происходит оно не всегда и понятно это наша специализация и сейчас мы стали сапожниками в сапогах но периодически через что вы проходили например я дал новому аналитику задачу подготовить мне отчет уже что касается именно SEO и задача была что я у него спрашивал покажи мне с каких ключевых слов приходят где мы в топе на какие страницы попадают и потом на какие продающие страницы приходят но вот что в итоге я получил какое-то месиво из графиков которое мне не дает никакого бизнесового показателя чтобы я мог как-то оценить посравнивать сейчас перейду на эту демонстрашку а он мне говорит ну вот ты же можешь посмотреть вот здесь у меня даже такая кнопочка вот он может показать тебе лиды а может показать тебе сделки график меняется ого-го дурак зачем по отдельности смотреть график по сделкам по лидам мне важна конверсия покажи мне с какой страницы у меня в итоге больше всего конверсия или вот можешь посмотреть по устройствам можешь посмотреть по мобильным вот у тебя 133 тысячи уников за текущий год что с этим делать то есть это пример у нас когда я как директор совершенно недоволен оказался и у меня этот наведик не прошел испытательный срок но у своих клиентов я часто наблюдаю вот такой подход что мы пытаемся сделать наш год из разряда смотрите что у нас есть в базе данных в базе данных у меня есть страницы источники есть данные и вот какой-то такой микс графиков и это вот тот печальный путь когда мы пытаемся идти от просто от данных а не сверху вниз от бизнесовых показателей и стесняемся наших собственников директоров спросить а что же им важно и вот другой пример уже получше аналитика другого моего исправившегося не всегда конечно дашборды это что-то про такую стратегию про бизнес с каким-то рой вот здесь такой простенький инструмент он реально простой но даже я сюда заглядываю мне бывает интересно и я даже своему премию заплатил это для наших внутренних страницах страниц есть на каждый блок лендинга веточки и мы видим как у нас происходит отсев ну такой паралит на странице и как раз видно что подсвечивается где узкие места например у нас сразу здесь на мобильных версиях теряется но в разрезе источников если например с поиска с поиска у нас очень хорошо тут равномерная воронка соцсетей с рекламой как раз наоборот хуже и хуже причем на десктопе мы видим что сразу вот такой идет отсев и в определенный момент мы пользуемся этим инструментом в полтора раза подняли продажи за счет того что конверсию в лид то есть здесь там до ну примерно вот как сейчас я показал до лида не 0% там процентов 5 доходило мы там сделали 7,5% чисто допиливая лендинги допиливая мобильные версии потому что с мобильного вот уже сколько там 2,3% 2,3% нашей аудитории вот такой вот маленький простой инструмент но это дашборд это тоже дашборд он обновляется на каждый сайт но решает такую локальную действительно аналитическую задачу но тоже все-таки аналитик у меня постарался и сделал его более таким понятным для восприятия чем вот вот эта вот мешанина которую я вам показывал и там дальше и еще глубже какие-то дальше проключивые слова в общем какой-то треш который даже я не стал разбираться вот примеры примеры хороших примеры плохих и дальше что здесь хочется сказать почему же так происходит что у нас не получается с первой попытки угадать прочитать мысли менеджеров директоров от чего же они хотят от аналитики получается потому что здесь мозг работает по-разному и здесь аналогия с левым и правым полушарием когда аналитик он больше в таком логическом системном мышлении он все это по полочкам раскладывает ему комфортно среди бесконечных таблиц а все-таки бизнес топ-менеджер они в правом полушарии и они всегда они никогда не будут писать тех задания что-то согласовывать они скажут а ты сделай мне а я потом посмотрю скажу мне нравится не нравится я сначала ненавидел своих заказчиков за это пока до того момента пока сам не стал у себя в компании таким заказчиком и не попил кровью своих аналитиков и вот ну мне вот так вот удается переключать образ мышления ну и так же своими клиентами я работаю и вот свою экспертизу так передаю чтобы с одной стороны и топ-менеджеры смогли сформулировать свои KPI и на салфетке нарисовать вообще о чем они мечтают и аналитики все-таки учились смотреть на данные сверху вниз и в заключении мне часто задают вопрос а как же вообще посчитать ROI от проекта по аналитике потому что все равно стоит денег дайте нам какой-то расчет мы у наших топов фу-бюджет но честно скажу никак никогда невозможно достоверно посчитать ROI от проектов по управленческой аналитике да и по сквозной тоже давайте будем честными лично мой опыт он как раз на уровне таких качественных изменений и когда первые наверное месяца спустя месяца три вот какой эффект я для себя оценил то есть первое это время и если вот даже на все эти оперативки с командой по выяснению что у нас произошло что мы будем делать с рекламой у нас уходило часов 20 в неделю сейчас это укладывается в 10 и между собой тоже у них поменьше этих всех дискуссий то есть первое время время и это тоже деньги второе это важный момент и давайте сейчас даже вернусь на эту картиночку что у меня из таких вот очень популярных метрик даже нисколько метрика вот визуально вот это вот ага у меня презентация не вернулась туда как мне теперь выйти с презентацией ну ладно там у меня была картинка вот темпы расходования бюджета рекламного темпы продаж помните или показать все таки ладно в общем суть-то какая что именно точность планирования когда мы не взяли там не слили бюджет напрасно и потом спустя 2 недели поняли что это все не принесло никаких продаж мы какие-то факапы спустя там несколько дней уже сразу идентифицируем недокоррективы продажи расходы и как раз всех историй там ну фу с какими-то кассовыми разрывами еще чем-то вот в пик этого все равно изоляции мы спокойно это пережили как раз в тот момент мы уже перешли на эти все даже годы поэтому и ну и по финансам тоже и для меня качественный результат здесь когда ситуация действительно под контролем и есть еще второй аспект больше то системы мотивации там кнутов и пряников у себя в компании за это время у себя в компании за это время я добавил еще три для троих людей личные KPI это что я имею ввиду что я изменил баланс оклад поменьше премия побольше где-то чисто премия побольше но все привязано именно к тем данным то есть премия она зависит от тех цифр которые я вижу на дашборде и кому-то действительно я плюсом добавил премию за понимая что есть результат от того от тех инициатив которые генерят сотрудник кому-то наоборот сократил окладную часть потому что вижу что человек расслабился поэтому с точки зрения контроля общего кнутов и границ для меня это важный результат но и в этом же направлении на самом деле один из направления тиражные типовые дашборды для малого бизнеса мы это направление закрыли потому что реальная экономика не сходилась и по всем расчетам как раз оглядываясь назад на прошлый период я понимал что все равно непонятно когда купится и мы лучше переключим свои ресурсы на другие вещи вот мой опыт использования тираж в таком малом бизнесе и оценки такого качественного стратегического эффекта и во многие вещи такие глубокие я вовлекся как раз начиная с красивых картинок и потом все равно где-то донеся через них свой образ мышления для своих сотрудников где-то также поняв своих аналитиков какие вещи достижимы какие недостижимы и чего там той же рекламы и вот этого всего контентных вещей ждать и не стоит вот в общем-то мой что я вам хотел рассказать в заключении в общем-то ну свои услуги я здесь не продаю мы больше там с корпорациями работаем но в части именно по-быстрому научиться то есть все что я показываю это вот упаковано в наши там учебные курсы которые начинаются от 3000 рублей экспресс курсы ну и там до более больших двухмесячных программ когда там с Power BI с куратором вы занимаетесь но именно в свои курсы я вложил вот этот подход взгляда сверху вниз то есть когда все остальные учат работать с программой Power BI мы учим делать вот такие дашкорды которые будут ваши руководители директора пользоваться будут вами довольны повышать вам зарплату либо если вы агентство вы так же для своих клиентов сможете действительно задашбордить эту историю поэтому у меня на сайте есть галерея с дашкордами статьи книга и много много всего и давайте в оставшиеся несколько минут задавайте вопросы а я вручу книжку за самый интересный вопрос книжка правда существует вот она маленькая тонкая много картинок все как любят заказчики сколько времени потребуется на то чтобы директор начал думать как макетолог вот если такая постановка вопроса я не знаю сколько потребуется для этого и нужно ли это если вы спрашиваете сколько требуется чтобы директор начал пользоваться дашкордом чтобы он как-то прижился то начиная от месяца то есть понимая что первый месяц вы этот дашкорд собираете и потом еще пару-тройку раз переделываете и здесь хороший такой фактор если вас директор постоянно просит что-нибудь допилить в дашкорде это хорошо если вы дали клиенту клиенту директору дашкорд дали и он говорит все хорошо все нормально это значит он им не пользуется значит дашкорд умер просто был вопрос хитро продуманный маркетологом чтобы выиграть книг классные вопросы да вот эти девушка раньше была а как понять что дашкорд он тебе нужен как директор что оценить его не достаточно что тебе сотрудник какой тебе это сделает какой должен быть ну не знаю давайте сейчас я промотаю к этому моменту насчет звоночка давайте проведем тест вот вы директор вам это все устраивает все эти куча таблиц куча отчетов директор не устраивает но допустим платить деньги человеку чтобы он теперь работал я не готова в основном для человека не устраивает но бесплатно делать не на дашкорда еще и ну видимо бедный директор если у него нет денег на дашкорда хочу могу то есть есть желание нет возможностей ну и так же вот как сегодня вы говорили что последние деньги на это последние деньги никто не будет отдавать вложить 50 тысяч и думая что через месяц что-то изменится нет конечно так не бывает то есть правильная установка что наличие дашкорда еще не помогает нет конечно ни один дашкорда не гарантирует дашкорда для директора это инструмент для того чтобы как раз ну первое контролировать второе стратегически думать чтобы у себя вот эту картину сложить и там подумать над развитием если директор хочет просто стегать кнутом с помощью дашкорда ну нет так так не работает ну по крайней мере я такого не видел дашкорда я каждый раз когда вижу даже различные отчеты о постразвоне аналитики когда мы пытаемся свести главные компании с результатом продажи у меня всегда возникает куча вопросов про атрибуцию потому что чаще всего в таких отчетах используется тупая атрибуция по ласквику и учитывается взаимное влияние разных рекламных компаний друг друга то есть насколько вообще выгоды которые на основе таких отчетов делаешь насколько они вообще адекватны ну потому что например тебе крутится какая-нибудь реклама на ютубе видеореклама и она не приносит вообще никаких переходов на сайт и не приносит соответственно конверсий если вырубить судя по отчетам вроде как кровь отрицательная не отступает с рекламной если выключить проседает конверсия во всех утих фоналов я так отвечу у меня треть меток теряется ну то есть погрешность моей аналитики в части атрибуции 30% но я принимаю это как факт и там мы уже там и стат и все пробовали то есть ну у всех разные погрешность и в этом смысле я также принимаю факт что должно быть много этих точек касания и так же есть у нас если смотреть на дашборд ну то есть дашборд показывает тупо что цифры есть что там рои нулевой там то есть он убыточный но мы все понимаем что это фон который нельзя отключать и где-то тоже по косвенным признакам то есть так же как никто не отменял опрос клиентов купивших откуда они узнали то есть корректировка то есть дашборд не заменяет аналитическую работу человека но это где-то с помощью как раз этого дашборда мне ребята доносили что там и невозможно стопроцентной точности показывали когда мне так же хотелось выключить убыточную рекламу они мне с помощью дашборда объяснили что не надо этого делать будет еще хуже поэтому здесь никто конечно вот так вот буквально то есть дашборд это дашборд не говорит что тебе делать а он дает информацию для принятия решений чтобы люди могли договориться между собой книжку чтобы он понял что не бывает быстро дешево качественно и чтобы он вам выделил большой бюджет на аналитику на сквозную аналитику на все сервисы и на дашборды у меня все можете похлопать спасибо уважаемые участники не было указано в программе но сейчас на четвертом этаже в ресторане авеню состоится обед и продолжение конференции в 3 часа 15.00 спасибо это еще один спасибо во первых спасибо вам друзья что пришли было бы глупо если бы я вообще один застаем рассказывал и так мой доклад будет интересен как агентство которое хотят автоматизировать отчетность для своих клиентов если вы по другую сторону баррикад и сами заказываете услуги по интернет-рекламе агентства вам будет тоже интересно это все взглянуть как вообще могли бы выглядеть те отчеты которые агентство предоставляет так зовут меня Константин Чуков я эксперт по работе с платным трафиком сервиса елама опять же если кто вдруг не в курсе что за зверь такое елама мы платформа которая упрощает рекламу работу с интернет-рекламой и при этом через нас работают более двух тысяч агентств фрилансеров которые собственно рекламой занимаются не сами для себя а для своих клиентов соответственно у этих наших пользователей одна из мутильных задач которая отнимает довольно много времени и нервов и которой хотелось бы как раз это подготовка отчетности раз проблема у наших пользователей есть мы должны попытаться как-то эту проблему решить как-то помочь в решении этой проблемы собственно для начала надо разобраться когда вообще агентство интернет-рекламе нужна автоматизация отчетности первый признак это когда каждый отчетный период сотрудники только заняты тем что делают отчеты а если не дай бог прилетает срочная задача от клиента на отчет не нужен отчет прямо сейчас то это как бы сразу возникает головная боль если это знакомо явно надо автоматизировать отчетность или еще лучше если вы вообще сели посчитали сколько фактически человек часов уходит на подготовку отчетности для всех клиентов оценили в деньгах собственно прикинули сколько каждый месяц тратить денег на то что ваши сотрудники занимаются подготовкой отчетности и прикинули соответственно сколько вы можете себе позволить инвестировать в том чтобы это как-то это рутинно автоматизировать и чтобы люди меньше тратили времени на такие интересные скучные задачи кто-то может возразить что о чем мне париться кто-то кто-то делает отчетность что мне кто-то тратит времени готов к отчетности если отчетность делают джун и так и так надо какой-то работы нагружать на самом деле если у вас отчет собирают джун то есть сотрудники которые только начинают работу в агентстве только учатся разбираются вроде как они должны какие-то рутильные операции выполнять проблема в том что они могут допустить какую-то ошибку если луками собирают отчеты и если эту ошибку заметит клиент то будет мягко скажем неловко а также такие отчеты скорее всего собраны на коленке потому что они были собраны на коленке джун и такие отчеты не вызывают доверие если же ваш клиент видит что отчет собирается автоматически обновляется в режиме реального времени в каком-то например сервисе дашборд вам предоставляете то во-первых сам факт того что данные обновляются в режиме реального времени вызывает у клиента больше вам к вашей работе потому что вы получаете показываете не пытаетесь его что-то скрыть не готовить отчеты каким-то задним числом в любой момент может зайти и увидите что по факту происходит теперь собственно прежде чем мы разобрались когда надо автоматизировать отчетность но на самом деле нужно еще разобраться с тем какие виды отчетности бывают какие виды отчетов бывают и чтобы стало понятно как их надо правильно автоматизировать потому что не так давно пройти вашим фейсбуком ходил такой мем когда предыдущий доклад был про дашборды на самом деле специалисты которые руками ведут рекламные кампании такой дашбор бы не устроили собственно спикер сам про это говорил что специалистов можно копать в луже и на самом деле самые хардкорные специалисты рано или поздно просто проваливаются на табличный уровень дашборды и все данные и они там видят ответы для специалиста для аналитика для профессионала все эти цифры это как в матрице какие-то символы двигаются падают а он значит в этих символах видит прекрасную женщину в красном но поэтому надо разбираться итак какие виды отчетов вообще бывают у нас есть дашборды про которые был предыдущий доклад их задача чтобы человек который принимает какие-то решения он за 2 секунды понял что вообще происходит если если смотришь на дашборд 2 3 5 10 15 и до сих пор не понял что происходит это хреновый дашборд его надо явно переделывать дальше статистика это когда мы можем увидеть все данные какие только есть в любом разрезе который нас интересует статистика это рабочий инструмент профессионал рабочий инструмент того человека который ведет компания например или профессионал аналитика дальше аналитический отчет или так называемая аналитика это не уже не просто данные в аналитическом отчете ты должен сразу увидеть либо проблемные места на которые нужно обратить внимание либо ты должен увидеть какие-то возможности которые он использует то есть аналитический отчет Он фокусирует твое внимание прицельного отличия от статистического отчета, где просто вот все данные и делай с ними сам что хочешь. Но делай, потому что и в антическом отчете уже что-то подсветили. И, наконец, отчетность. Отчетность нужна на самом деле, когда есть два разных человека. Один человек задачу ставит, второй человек эту задачу выполняет. Им, соответственно, нужно между собой договариваться, и одному нужно второго контролировать. Вот тогда как раз нужна отчетность. Потому что в отчетности нужно увидеть вообще то, о чем договаривались, оно выполняется или не выполняется. Если не выполняется, то почему и что ты собираешься делать для того, чтобы то, о чем мы договаривались, оно все-таки было выполнено. Это отчет. Теперь по поводу уровней зрелости отчета. Первый уровень, с которого начинают многие фрилансеры, это когда они просто выгружают статистику из рекламной системы и отправляют клиенту. Или еще веселее, они просто клиенту дают гостевой доступ в рекламный кабинет и говорят, ну иди смотри. Это отчет, в котором просто данные. Ну то есть да, ты данные видишь, но непонятно, что с этим делать вообще. То есть да, ты можешь увидеть, сколько было потрачено средств, на что именно потрачено, сколько было показов кликов, конверсий, метрики. И все может там посмотреть, ну и что, что мне с этим делать, непонятно. Поэтому на этом уровне как бы это еще вообще сложно назвать отчетностью. Уровень второй, это когда из отчета понятно, что эти цифры значат, по крайней мере. То есть, например, как распределяется бюджет в процентном соотношении между рекламными системами и компаниями Медседами. Ну, Сед это уже интересно специалисту. То есть, когда ты из отчета видишь не просто, что было потрачено, например, за месяц 500 тысяч рублей, а что было на Facebook X потрачено 300 тысяч рублей, на Яндекс.Илект 150, а на Google X 50 тысяч. То есть ты, по крайней мере, понимаешь вообще, как тебе финансовые потоки, как бюджет распределяется. Какова динамика изменений прогноза расходов? А на сколько еще хватит денег? То есть, ну хорошо, мы за предотчетный период мы потратили там 500 тысяч рублей, а за следующий отчетный период мы какой прогноз потратим? Мы потратим тут столько же, тоже 500 тысяч, и мы потратим больше, мы потратим меньше. Сколько нам денег закладывать в бюджет? Какова динамика изменения вот тех метрик, которые как раз были на предыдущем уровне? То есть, хорошо, за отчетный период было там 500 тысяч кликов и 5 тысяч конверсий. А это много или мало? Неизвестно, надо с чем-то сравнить. В аналитике очень важен всегда контекст. То есть, если до этого было там 300 тысяч кликов и 3 тысяч конверсий, а сейчас там 500 тысяч и 5 тысяч, соответственно, значит, у нас рост идет. У нас показатели растут, и это хорошо. Соответственно, по всем этим метрикам нужна динамика. Можно понимать, у нас показатели улучшаются или ухудшаются. Ну и, собственно, самое важное, это как фактически результаты соотносятся с плановыми KPI. И, соответственно, исходя из динамики, какой прогноз выполнения плана, если это какой-то промежуточный отчет. Например, мы отчетность предоставляем раз в месяц, а KPI у нас квартальная. Ну, тогда два месяца они будут с прогнозом того, что у нас в конце квартала должно быть. На самом деле, отчет можно сделать еще полезнее. Во-первых, показать, как предыдущие действия, как популярные результаты. То есть мы должны показать, а помните, у нас в прошлом месяце с вами согласовывали работы, там, какие-то. И вот благодаря тому, что мы эти работы сделали, посмотрите, как изменились показатели. То есть, что мы не просто так эту работу делали, эта работа привела к каким-то результатам. Предоставить рекомендации, что делать, чтобы выполнить план, ну или хотя бы лучший показатель. Например, мы с вами договаривались, что мы там в месяц будем приводить полторы тысячи рядов. Но конкретно из Яндекс.Директа у нас не получается. Вы же нужны вам полторы тысячи рядов. Если вам нужно полторы тысячи рядов в месяц, давайте еще сверху подключим в соцсети. Например, в Facebook Ads. Поэтому, на самом деле, вот эту регулярную отчетность можно использовать как возможность обсейла для клиента каких-то дополнительных размещений, дополнительных услуг. Ну, и на примере нашего сервиса посмотрим, как у нас развивались отчеты. Началось все с того, что мы, собственно, предоставляли статистику по всем рекламным системам, с которыми вы работаете через дела. Ну, мы эти все данные собирали из рекламной системы, из веб-аналитики, из колл-трейдинга. Звонки собираем. Все это связываем между собой, благодаря автоматической всем разметке, и, собственно, вводим как статистику. Ну, именно как статистику. То есть мы выводим цифры, и ты с этими цифрами что-то должен делать дальше сам. Поэтому следующим логичным шагом для нас стало развитие как раз дашбордов и интеграция с сервисами визуализации отчетов, такими как Power BI и Google Data Studio. То есть мы посмотрели, мы уже собираем, агрегируем, связываем между собой данные. Мы можем теперь эти уже готовые обработанные данные в виде базы данных отдать в Power BI или Google Data Studio, и там специалист может собрать в себе абсолютно любой отчет, какой только захочет, так как это ему нужно, так как это нужно его клиенту, как это нужно ему и его руководителю. Проблема оказалась только в том, что, ну, ладно, Google Data Studio, но Power BI это довольно сложная изучение штука. Когда я, например, готовил свой первый доклад, в котором мне нужно было продемонстрировать работу с нашей базой данных в Power BI, я, собственно, две недели потратил на то, чтобы научиться пользоваться Power BI так, чтобы мне было не стыдно проводить мастер-класс по Power BI. Ну, две недели я на это потратил, чтобы изучить. Я как бы не самый тупой, меня мама проверяла. Вот, Google Data Studio, конечно, попроще, но все равно это довольно, казалось, профессиональная штука для профессионалов. Рынок у нее оказался небольшой. То есть, немного людей, кто хотел бы пользоваться именно таким продвинутым инструментом. Поэтому мы все сильно упростили. Мы дали возможность из тех данных, которые у нас есть в E-Lamе, прямо внутри E-Lam'а собрать простенький дашборд, вывести туда именно те данные, которые нужны, там все абсолютно настраивается. И это еще можно сохранить как PDF, и таким образом сделать такой простенький отчет, например, для клиента. Мы это назвали мониторингом, но это на самом деле и заделано будущее для автоматизации отчетности для как раз агентств, которые работают через E-Lam. А что мы планируем дальше это все развивать? Во-первых, очень просят нас вот на этот простенький дашборд на мониторинг добавить возможность сравнить план-факт, то, о чем я уже упоминал, выполняется ли у нас план, насколько сильно у нас расходятся фактически результаты со спланированными. Затем у нас в E-Lamе для агентств есть так называемая тудушница, это задачница, то есть можно ставить задачи и двигать их по доске, как они выполняются. Мы планируем эти задачи привязать к рекламным материалам, и тогда появится потом возможность показать, как эта выполненная задача повлияла на эти рекламные материалы. Что это значит? Поставили задачу, например, сделать новое объявление, и привязали эту задачу к конкретной рекламной кампании, что мы меняем объявление в этой рекламной кампании. И после того, как задача была выполнена, можно сравнить показатели этой рекламной кампании до и после, и показать, как то, что мы сделали новое объявление в этой рекламной кампании, сказалось на ее эффективности. И это можно будет тоже потом отображать в отчетах, я надеюсь. Ну и, собственно, будем развивать вообще агентский кабинет, выводить рекомендации по улучшению рекламных кампаний для каждого клиента. Сейчас, в принципе, есть уже рекомендации по улучшению рекламных кампаний, но они внутри рекламного кабинета рекламодателя. То есть к агентству нужно зайти в аккаунт своего клиента, и там он увидит рекомендации по этому клиенту. А мы бы когда хотели дать возможность в рекламном кабинете агентства по всем своим клиентам сразу видеть рекомендации, что там можно доработать и улучшить. Ну и в дальнейшем будем развивать историю предоставления вот этого гостевого доступа, но уже не в рекламные кабинеты, а в кабинет ЕЛА, где вот как раз вся нужная отчетность уже отображается в режиме реального времени для клиента агентства. Что важно? Про что важно не забыть? Важный момент. Автоматизация отчетности ни в коем случае не избавляет менеджера необходимости писать краткое сопроводительное письмо к отчету. Потому что даже если вы сделали красивый, понятный, наглядный отчет, все равно высокая вероятность того, что его никто не будет смотреть до тех пор, пока к работе агентства не возникают вопросы. Поэтому в кратком сопроводительном письме должна быть выжимка основных выводов, результатов, которые есть в отчете. И тем более автоматизация отчетности не заменяет аккаунтинг в агентстве, мониторит состояние клиента и регулярные встречи с ним. То есть все равно должен быть в агентстве менеджер, который общается с клиентом, поддерживает с ним отношения, узнает, все ли в порядке, все ли его устраивает и, не дай бог, не собирается его из агентства свалить. Нельзя просто полностью автоматизировать отчетность, автоматом каким-то скриптом раз в месяц на почту клиенту скидывать отчет и рассчитывать, что он с вами будет жить долго и счастливо. Нет, так не бывает, людям нужно человеческое отношение. Ну и в конце пара бонусов. Во-первых, у нас появился новый тариф в Иване, в котором как раз есть этот самый мониторинг. Но кроме мониторинга этих дашбордов, настраиваемых, там есть еще инструменты запуска рекламных кампаний в Google Ads и Facebook Ads. Но это скорее не для агентства, это наоборот для тех, кто сам для себя настраивает рекламу. Агентствам будут интересны рекомендации по повышению эффективности уже запущенных рекламных кампаний и настройка автоматических правил для Facebook Ads и Google Ads. То есть при выполнении каких-то условий, например, если на этой рекламной кампании или там этот Adset в Facebook Ads, эта группа объявлений, потратила определенную сумму денег, но конверсии получились слишком дорогие, то этот Adset выключить. То есть мы что-то оттестировали, конверсия получилась слишком дорогие, но цены надо отрубить, это можно все настроить с помощью автоправил. И еще мне будет приятно, если вы оставите отзыв в моем сегодняшнем выступлении, понравилось, не понравилось, оставите ли какие-то вопросы и благодарны за отзыв. Вы можете получить подборку из 100 полезных материалов по интернет-рекламе и веб-аналитике. На этом у меня все. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Если что, вопросы всегда можно будет задать дополнительно еще и в наших сообществах в соцсетях. Я надеюсь, вы вложился в тренинг? Да. Супер. Вопросы? А можно вопрос, знаете, какой? Правильно? Я понял, что у вас, по сути, сервис, который как надстройка выступает под все аналитики, которые собирают агенции. То есть, это скрипт или что это такое? То есть, как это физически выглядит? Как это работает? Ну, физически это выглядит именно как сервис. То есть, вы работаете через интерфейс E-Lamy, то вы создаете там рекламные кабинеты, подключаете их, например, создать аккаунт Facebook Ads, чтобы он был с привязкой именно к E-Lamy. Там же настраивается отчетность, там же все... Вы настолько выступаете просто, да? Оптимизируете данные для восприятия? Нет, не только данные. То есть, мы на самом деле, то, о чем я сегодня рассказывал, это одна небольшая часть E-Lamy. Это все, что связано с работой со статистикой, аналитикой, отчетностью. На самом деле, мы упрощаем, автоматизируем разные процессы в работе с интернет-рекламой. В идеале мы хотели бы автоматизировать и упростить, как-то вообще свести это все в единый флоу, что ты там от и до, всю рекламу можешь и настроить, и потом оптимизировать в E-Lamy. Но пока мы к этому только движемся, пока там есть просто отдельные инструменты, которые на отдельных этапах работы там помогают. Например, симатику, нагенерить для поисковой рекламной кампании, авторизировать создание рекламной кампании для интернет-магазина, ставками управлять и так далее. Понятно. Спасибо большое. Можно, да, еще вопрос? Да, конечно. А если я сотрудничаю с агентством, которое работает с E-Lamy, я могу им там внутри интерфейса E-Lamy задачи какие-то ставить или... Пока нет, но они уже задачи по вам могут вести, да, там. И еще один вопрос. А бывает такое, что уходит в агентство напрямую к E-Lamy? Нет, потому что E-Lamy, в отличие от агентства, не будет вести рекламные кампании, создавать или вести рекламные кампании за агентство. То есть суть нашей как раз партнерской программы в том, что мы предлагаем агентствам переводить, вести своих клиентов через E-Lamy. И когда за то, что они ведут клиентов, а не мы, потому что мы не хотим вести клиентов. Мы хотим... Что мы хотим? Мы хотим все автоматизировать и поменьше работать, побольше зарабатывать. А работа с клиентами – это нервная работа и достаточно низкомаржинальная. Поэтому, благодарны за то, что агентство ведет клиентов вместо нас, мы выплачиваем агентскую комиссию для агентства с оборота его клиентов. Там по разному рекламу системам разные проценты, где-то 10-20, по-моему, 25 максимальных процентов по программатику, если я правильно пробую. Короче говоря, я скажу, до 10% точно. Там по каким-то отдельным рекламным системам агентская комиссия может быть даже большая. И все благодарны за то, что не мы ведем этого клиента, а агентство ведет. Поэтому нет, у нас нет никакого желания клиентов по агентству отбирать. Мы, наоборот, иногда даже тех рекламодателей, которые работают через Виламу, мы говорим, типа, мол, ну вот вы за нас все будете делать. Мы говорим, что мы бы, конечно, может быть, и взяли, но мы всех не можем. Но у нас есть партнеры, идите лучше к ним. Еще вопросы? Вопросов нет. Так, всем здравствуйте. Меня зовут Александр Чепкайтис. Наверное, сейчас даже будет сладик у меня небольшой. Я занимаюсь SEO уже 11 лет и являюсь преподавателем генетологии. Кроме этого, есть обучающий курс по SEO, но суть на самом деле не об этом. Сегодня я буду вам говорить про асессорскую инструкцию. Асессорская инструкция – это, по сути, автоматизация угла. Так как у нас сегодня конференция все-таки про автоматизацию. И для многих это незнакомые слова. Но суть заключается в следующем. О том, что вообще в поисковом продвижении у нас крайне мало какой-то достоверной информации. У нас есть старые доклады Яндекса за 2011-2012 год, опубликованные на сайте Хромипа. Это четвертый пункт. Есть справка Гугла, справка Яндекса, есть какие-то слитые факторы и есть патенты. Но в реальности мы действительно почти что не обладаем никакими данными. И вот в 2015 году Гугл взял и официально у себя в блоге опубликовал асессорскую инструкцию. Это один из единственных официальных документов, которые нам рассказывают о том вообще, как поисковая система оценивает страницы вашего сайта в целом. И они ее меняли в 2016, 2017, 2018. И у нас на территории РУ-сегмента был только один небольшой краткий перевод этой асессорской инструкции. И в 2019 году мы эту инструкцию перевели. Как раз и сразу после ее глобального обновления в сентябре 2019 года. Если вдруг кому-то будет интересно, то потом вы наверняка пришли к презентации, вы сможете скачать ее по этому QR-коду. И самое важное в том, как это работает. Это как раз к вопросу об автоматизации. Асессор, сотрудник Гугла, заходит к вам на сайт и через специальный интерфейс выбирает галочками, соответствует ли ваш сайт определенным параметрам. После этого это все с помощью нейронной сетки, машинного обучения, улетает в Гугл и он это анализирует. И, собственно, задача алгоритма заключается в одном – найти хорошие партерны и отстечь плохие. В связи с этим, на самом деле, странная ситуация. Смотрите, а что будет, если мой сайт вообще не похож на другие? То есть, если я сделал что-то абсолютно новое, что не соответствует, что может быть даже гениально, но не соответствует тому, что на сегодняшний день, ваш сайт будет довольно плохо ранжироваться. К сожалению, скорее всего. И вот о том, каким должен быть сайт по версии Гугла, я сейчас немножечко расскажу. На самом деле, это довольно простая история, особенно если прочитать асессорскую. Но для начала я спрошу, наверняка у каждого из вас есть знакомый строитель. Ну, есть, наверняка. И, скорее всего, вы когда-то к нему обращались. Ну, там, не знаю, починить розетку или, может быть, там, с потолком у вас что-то случилось. И почему вы к нему обращались? Потому что вы ему доверяете. И задача сайта, на самом деле, на сегодняшний день, вызвать доверие у пользователя. И есть такое понятие. Your money, your life. Если переводить на русский, кошелек или жизнь. И это правило, оно действует для всех сайтов, по сути, в интернете. Вот здесь вот небольшой список перечисления. И, на самом деле, в него, если у вас есть сайт, то вы точно попадаете под какую-то стематику, под которую действует UoL. И в качестве оценки, когда асессор заходит на сайт, что самое интересное, он оценивает не только ваш сайт. Он оценивает как сайт. Он оценивает отдельные страницы. И, третье, он оценивает отдельно поисковую выдачу. Мы сегодня поговорим с вами только про первые два пункта, потому что в рамках 20 минут нам все не охватить. Давайте поговорим о качестве сайта. Если вы когда-то были на какой-нибудь конференции, про которой вообще в целом говорили о качестве сайта, то вам там обязательно должны были сказать, главная страница должна быть доступна со всех страниц сайта. И эти слова находят подтверждение в асессорской инструкции. Обязательно должны быть указаны реквизиты владельцев веб-сайта, указаны его контакты. И вы обязательно должны следить за репутацией своей в сети. Потому что, согласно асессорской инструкции, асессор обязан зайти в сеть и проверить отзывы о вашей компании. В связи с этим на сегодняшний день оказывается о том, что если вы не работаете с репутационкой, то у вас есть некоторые проблемы. Нужно не стесняться рассказать о себе максимально полно. Знаете, почему-то многие забывают разместить вот эти устранства на сайте. Но при всем при этом, давайте подумаем. О нас мы рассказываем о нашей компании полно и веско. А, например, раздел вакансии. О чем он может говорить в принципе? На самом деле, раздел вакансии может говорить о следующем. О том, что у вас динамичная развивающаяся компания. Серьезно. Почему? Потому что, если вы ищете новых сотрудников, значит, к вам пришло много, у вас много клиентов, у вас есть деньги, и вы развиваетесь. И асессор, когда оценивает ваш сайт, он просто ставит галочку, да, эта компания, у нее есть вакансии, значит, она живая, есть куда позвонить и оставить. Вы, у вас нет вакансии. Всегда нужны менеджеры по продажам. Если условно вам напишет кто-то, вышли в свое резюме, вы ничего от этого не потеряете. Нет никакой проблематики разместить подобные страницы. А супер важным фактором является размещение финансовой информации. Почему? Потому что, если вы не размещаете полную информацию, как пользователь будет взаимодействовать с вами после оплаты, это означает то, что у него не будет возможности, например, вернуть свои деньги. И, соответственно, нет никакого доверия. И очень важно подтверждать свою экспертность. Так называемые EAT, лицензии, сертификаты, информацию о сотрудниках, смотрите, если мы говорим о медицине, то это данный диплом. Если мы говорим, например, о строительстве, то это квалификация сотрудников. Ну, и, безусловно, самое важное это отзывы. Отзывы важны, на самом деле, вот в том вот формате, в котором все привыкли разместить скан. Отзывы на сегодняшний день это не работает. Существует специальная микроразметка, например, для отзывов. И вы можете в своем сниппете просто получить звездочки. Давайте я просто покажу примеры того, как могут и должны выглядеть страницы на сайте. Значит, пример первый. Он нас. Обычно, когда пишут о нас, то показывают просто простыне текста. Здесь ребята подошли очень ответственно. То есть, они рассказали о том, что... Здесь есть указы. Можешь вернуться? Ну, я быстро перелистаю. Значит, они указали ассортимент, имеющийся у них на сайте. Они рассказали о том, что они 10 лет работают на рынке, предоставляют гарантию на все свои товары. И в случае, если найдется... Это косметическая продукция. Если найдется какая-то некачественная продукция, они ее сразу же заменят. Ну и безусловно о том, что они профессионалы и готовы проконсультироваться по любым товарам. Раздел «Как купить». Серьезно. Это кажется странным, но многие пользователи теряются на процессе покупки. Они не понимают, как им закончить заказ. Сертификаты. Смотрите. Вот это вот пример некой строительной компании. Ну, не строительной компании, а компанией, которая торгует строительным оборудованием. И кажется, у нас очень много брендов. У нас очень много товаров. Как нам разместить все сертификаты и показать пользователю, что вся наша продукция сертифицирована. Ребята вышли очень просто. Они взяли и сделали галерею из этих сертификатов. Все. И таким образом они сразу же получили положительную оценку. Информация о сотрудниках. Нет ничего сложного сделать фотографии сотрудников. Я знаю кейс, где руководитель компании просто взял айфон, нашел у себя на заднем дворе гараж с однотонной стеной, поставил сотрудников напротив него и быстро их отфоткал. И этот раздел был заполнен на сайте буквально за 20 минут. А у пользователя, который приходит к вам на сайт, сразу же возникает доверие. Ага, я буду общаться с Иваном Ивановичем. Вот он, Иван Ивановичем. Вот он как выглядит. Вот его телефон. И я только что по e-mail общался с ним. Или он мне ответил на какой-то вопрос. Сразу же устанавливается дополнительный контакт. Это я в целом говорил о страницах на сайте. А сейчас я вам расскажу о том, как асессор оценивает отдельную страницу. Потому что, как я и в самом начале сказал, есть общая оценка сайта и есть оценка отдельной страницы. В целом в асессорской инструкции говорится о том, что существует всего несколько типов. Это страница низкого качества, крайне низкого качества, среднего качества, высокого и очень высокого качества. И смотрите, тут какая ситуация. Никто не хочет быть середнячком, и тем более никто не хочет плейхешом. Чтобы быть в топе на сегодняшний день, у вас должна быть либо страница высокого качества, либо очень высокого качества. И для того, чтобы у вас была страница высокого качества, она должна соответствовать вот этим вот четырем пунктам. Она должна обладать структурированностью. На ней должна быть представлена фотоинформация, справочная информация и проверка сведений о репутации на сторонних сайтов. То есть, когда асессор приходит, он начинает проверять отзывы о конкретной услуге, которую несет данная страница. Именно о вас. И страницы очень высокого качества отличаются тем, что к ним добавляется несколько пунктов. Например, пункт «Высокий уровень авторитетности». Как показать о том, что у вас на сайте профессионал? Все очень просто. Достаточно, например, прикрепить внизу, показать о том, что текст данной страницы написан там Ивановым Иваном Ивановичем. Иванов Иванович является там доцентом, ла-ла-ла, бла-бла-бла. Все. Ничего в этом сложного нет. И сейчас я вам приведу несколько скриншотов из асессорской инструкции страниц высокого качества. Вот, посмотрите на этот калликулятор. Если честно, когда я его увидел, я подумал, что он родом из 90-х. И у меня возник вопрос. Как он может считаться, страница с ним может считаться высокого качества? Оказалось, все просто. О том, что это институт национального здравоохранения, и информация на нем не может быть ошибочной. Соответственно, этот калькулятор не может считать неверно показатели, влияющие на здоровье человека. В связи с этим, только за счет своей репутации, страница получила высокую оценку, а не за дизайн. Или, например, здесь примерно на английском, чуть позже будут на русском. Это страница о менингите. Менингит – достаточно серьезное заболевание. При этом страница считается высококачественной. Посмотрите сюда. Здесь раз, два, три, четыре абзаца текста. Вот как информация о менингите может считаться полной, достоверной и высококачественной. Оказывается, то, что это опять некая организация, у которой есть хорошие отзывы, но, если вы посмотрите внимательно, вы увидите справа меню, которое еще и ведет на 9 или на 10 разделов, в которых рассказывается более подробная информация о менингите. И самое важное в выпадающих, как это назвать, в выпадающих табах наверху. Там есть таб «Экспертный вопрос». То есть вы можете задать вопрос эксперту и получить на него квалифицированный ответ. Или вот этот вот дизайн из 90-х. Для этого, для того, чтобы получить высокую оценку, нужно участвовать в различных рейтингах. Давайте посмотрим теперь немножечко на e-commerce. Это сайт, продающий рюкзаки. Согласитесь, это выглядит как самая обычная страница. Но здесь, во-первых, представлен сразу же полный ассортимент. Во-вторых, они вот здесь вот приводят видео о том, что этот рюкзак почти что невозможно порвать. Указаны самые основные характеристики этого рюкзака. И самое важное на этой странице скрыто ниже. 600 отзывов. 600 отзывов интернет-магазин получил об этом рюкзаке. И когда вы получаете реальные отзывы пользователя на своей странице, вы сразу же автоматически... Ну, эти отзывы, кроме того, еще все размечены микроразметкой. И, соответственно, поисковая система может их отфильтровать как отзывы. Это другой сайт. И здесь суть в том, что на нем представлен широкий ассортимент. Чем у вас больше ассортимент, тем более высококачественным является ваш сайт. Если промотать здесь вниз, человек, к сожалению, сделать не могу, мы увидим, что страниц погенации здесь порядка 12 штук. Кроме всего этого, все товары максимально и качественно разбиты по характеристикам, и вы можете их отсортировать. А этот сайт, несмотря на то, что он самый обычный, имеет небольшой ассортимент всего из 40 товаров, он является производителем. И за счет того, что он является производителем, товары на нем являются уникальными. И за счет уникальности, опять же, сайт получает ранжирование. Если вам будут интересны примеры, опять же, после конференции, вы можете получить презентацию, скачать. Сейчас я вам покажу, как это все применяется, например, на медицинских сайтах. Вот так вот страница сайта выглядела до начала работы. Если посмотреть сюда, это просто текстовая страница. И вот в конце где-то мы видим цены, и все. Вот представьте, что вы девушка, вы хотите прийти к пластическому хирургу, и вас встречает вот такая вот вывеска. Вы закажете что-то здесь или нет? Мы разработали техническое задание, и в рамках этого технического задания дизайнер отрисовал страницу. И получилось следующее. Наверх вынесли цены, естественно, всякие кнопочки, чтобы сразу же получить заказ. Мы важную информацию о процедуре. Добавили картиночки, длинные тексты спрятали под кнопочки подробнее, чтобы была возможность быстрее идти вниз. Собственно, видео, и... А почему у нас не отображается? Ну, видимо, проблема с ноутбуком. Я не знаю, почему. Нет, в том-то и дело, здесь картинка не прогрузилась у вас. Не знаю, почему. Суть в том, что дальше располагаются сертификаты, дальше располагаются отзывы. И сейчас я вам покажу, что... Вот, собственно, четыре пункта, на которые мы пытались ответить. Структурированность, фотоинформация, исправочная информация, информация о хирурге. Как раз вот те самые три пункта, на которые вы можете повлиять. Есть четвертый, на который не сильно вы можете повлиять. Это репутация на сторонних сайтах. Все ТЗ на одну эту страницу заняло девять страниц. Опять же, получите презентацию, можете посмотреть, как выглядит этот ТЗ. А теперь о результатах. Это техническое задание было внедрено на все страницы сайтов. 27.12.19. Ничего, кроме вот этого визуального оформления на сайте этого хирурга, не происходило. Вот это вот изменение видимости сайта после того, как эти страницы попали в индекс. То есть, если до внедрения адекватного дизайна, соответствующего UML, у него не было ни видимости, ни трафика, то после он появился. В целом, мне хочется подрезюмировать и сказать вам о том, что просто изучайте документацию, выделяйте факторы у конкурентов, анализируйте, ну и, безусловно, внедряйте. Опять же, асессорская инструкция и мои контакты. Все, всем спасибо. Спасибо. И следующий спикер я приглашаю Дениса Смирнова. Автоматизация коммуникации с клиентами через WhatsApp и Amazon. Всем привет, пока включаю презентацию. Кто пользуется AMO CRM в качестве инструмента фиксации всей своей клиентской базы? Отлично. Кто пользуется Bittrex? Остальные, поднимите руку, другие CRM-листеры, да? Какие? Потому что за Bittrex тоже умеем, но... Сейчас включу. Я буду рассказывать на примере сервиса Radist. который мы при мне много разных перепробовали, в итоге запартнерились с ним и тесно внедряем это у нас. Я сейчас немножко расскажу о чем. Немножко расскажу про себя. Меня зовут Денис Смирнов. Я маркетолог, уже занимаюсь с ним 11 лет и сейчас основатель маркетингового агентства Смирнов Digital. Обучал маркетологов Сбербанка. Много проектов делал. Более 400, наверное, сделали в различных нишах. И опыт достаточно большой в этом плане. Надо признать, что сейчас способы коммуникации с клиентами изменились. Все же это понимают, что, ну, как бы, если раньше телефон это было наше все, я имею ввиду телефон, телефон и звонки, и были там кнопочные ноки, на которые можно было позвонить, и основная суть телефона была, ну, звонить голосом. Сейчас мы видим Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram и прочее, прочее, прочее. Ну, и само проникновение интернета тоже, тоже, соответственно, в Россию растет. И меня мама освоила все инструменты. В институте там такие селфи пилит, что, ой-ой-ой-ой, даст фору любому там, как бы, любой молодежи, да, и все больше понимают. Есть даже отдельные курсы для старшего поколения, как пользоваться интернетом. То есть, это все проникает. По данным Mail.ru, соответственно, использование устройств для использования именно интернета, для потребления информации, контента, коммуникации, у нас все больше и больше проникает смартфон. Вот очевидная информация, по-моему, да, то есть... Далее, по статистике, 85% пользователей используют мессенджеры в качестве средства коммуникации на телефоне. По статистике мобильных операторов, 32% всего трафика приходится также на мессенджер. Фоточки пересылают друг другу как? Видосики пересылаем друг другу как? Мессенджерами правильно? Какой мессенджер пересылаем? Я все, я слышу, что мы еще есть. Ну, по возрасту, да, то есть мессенджеры пользуются все сейчас практически. Теперь... Ладно, давайте пропустим статистику. Есть такая... В чем предпосылки? Вот... Я очень часто невольно продаю, как бы, свои услуги по интеграции мессенджеров, когда мне там... Ну, когда я оставил заявку на какую-то компанию, какую-то компанию, и мне начинают звонить... И я на встрече. Потом... Мне начинают звонить еще раз. Я на скайпе. Потом мне начинают звонить опять. Я, значит, куда-то где-то в пути. У меня шумно. Вот. И, наконец, они до меня дозванивают... А, либо они меня перестают звонить вообще, а? Ну, типа, у них... Памы помечают... Лид не этот... Ну, как... Есть его... Недозвон! Че за фигня? Какой недозвон? И неудобно говорить. Слабо написать мне. Денис, оставляли заявку. Когда вам позвонить? Хотя бы так сделать. Вот. О каких звонках мы говорим в 2020-м? Тем более, ну, я уже про это в Фейсбуке писал. Это лично мое мнение. Сейчас меня, наверное, многие заплюют. Но взять и позвонить человеку на телефон... Я лично... Это исключительно мое личное мнение. Я считаю, правила не очень хорошего тона. В смысле, я занят? Ты мне говоришь... Чем-то я занят? Я же не плюю в потолок. Я вот сейчас выступаю. А мне сейчас какая-нибудь... Какой-нибудь банк захочет свои кредиты предлагать. Это... Ну, не вылично. Типа, брось все. Вот человек на том конце провода мне говорит, сейчас все брось. И удели мне внимание прямо сейчас. Да, ну, про банки это отдельная тема. Я не понимаю, почему они не используются в современной технологии, когда все это и есть. Дальше. Мы говорим про автоматизацию, конечно. Автоматизируем что? То есть... Есть статистика. Я, конечно, пользуюсь больше телеграммом для коммуникации. Он не сжимает видео, там много всего из плюсов, да? Но статистика говорит, что большинство пользуются ватсапом. И поэтому даже кто пользуется телеграммом, у них ватсап стоит. Вот теперь опрос. Поднимите руку. У кого стоит ватсап на телефоне? Два. Вот у вас не стоит ватсап на телефоне? Был, но сейчас нет. Был, но сейчас нет. Почему удалили ватсап? Ну, сейчас перешел на другой телефон неожиданно, и тот пропал у меня. Просто пропал ватсап, да? Да, да, да. Итак, у нас примерно, значит, весь зал, кроме одного человека, использует ватсап. То есть мы вот так вот подумали, да? То есть, ну да, телеграмма это круто, но если ты 100% хочешь попасть в человека сообщением, это ватсап. И, ну, то есть, skype, facebook, facebook messenger, кто-то теми и теми и теми пользуется, но ватсап стоит у всех. У некоторых и по два. Соответственно, мы подумали, да, то есть, а почему бы не нормализировать? Скажем так, взаимоотношения компаний с людьми и общаться в таком формате, в котором удобно людям. То есть, через мессенджеры. И... А темер нет? Есть у меня, я понимаю, сколько у меня времени? Еще 13 минут. Ага. Вот. И, соответственно, была сделана такая интеграция. То есть, АМСРМ и Битрикс – самые популярные системы. Вот к ним можно подключить интеграцию, называется Radist, которую я сегодня представляю, в данном случае, нашей компанией, ее партнер, амбассадор. Амбассадор, которая подключается, там, все знают, да, вам в СРМ или там в Битриксе, там есть сделки. Амбассадор, и когда падает заявка менеджеру, можно из этой сделки позвонить. Так вот, нужно не только позвонить, но и написать. И про то, что я сегодня еще буду рассказывать, что еще и... Еще и автоматизировать эту переписку можно. То есть, вот скриншот само, да, то есть, источники обработанных сделок. И больше всего сделок обработано через WhatsApp. Ну, тут тоже скриншот. Кто обработал больше всех сделок? Вот, есть несколько менеджеров, и первый менеджер, рекордсмен, у нас кто? Читайте, что написано? Робот. Робот по имени Роберт. Робот. А ведь первичная какая-то коммуникация, она зачастую одинаковая. Нам нужно собрать какую-то информацию и так далее. То есть, когда вот первый звонок совершается от компании к клиенту, как раньше это было делать, собирается информация. Это можно автоматизировать. Это можно превратить в робота и сделать все это автоматически. Представьте себе, да, то есть, все заявки собираются в одном месте, вы видите, что происходит в каждой сделке, но это больше реклама с CRM, да, то есть, задачи с напоминаниями поставлены, и оплата приходит автоматически, да. Одно скриншот из АМО. А теперь к этой штуке, ну, я надеюсь, что уже до всех дошло, что CRM должна быть и клиентская база должна быть в одном месте. К этой CRM мы подключаем WhatsApp. И представьте себе, что вот у нас карточка клиента из АМСРМ, в ней появляется кнопка написать WhatsApp, то есть, там есть позвонить, отправить SMS, а есть написать WhatsApp. И мы можем отсюда прямо написать ему WhatsApp, а ответ придет прямо в карточку. Вы же знаете, WhatsApp на один номер, на один телефон нужно устроить. А здесь вы можете на один номер посадить всех своих менеджеров. И с одного номера они будут переписываться, а ответы клиента будут приходить именно к тому менеджеру, который сейчас ведет с ним коммуникацию. Круто? Есть такая штука, WhatsApp-визитка. Вот, человек оставляет заявку вам на сайте. И представьте себе, ему сразу же приходит сообщение в WhatsApp. Здравствуйте, благодарим вас за заявку. Или звонок, то есть, человек позвонил. И о чем-то поговорил с вашей компанией. И ему приходит WhatsApp-визитка. Здравствуйте, спасибо за звонок. Я вам здесь оставлю информацию. Вот наш адрес, вот еще раз наш телефон. Чтобы он потом мог найти после звонка. Вот еще раз наш адрес, наш телефон, наши цены, наш оффер, наш что угодно. Вот, WhatsApp-визитка. Автоматически. Автоматизация маркетинга конференции называется. После звонка или после оставления заявки. Или человек оставил заявку, ему приходит WhatsApp. Спасибо за заявку, с вами свяжется менеджер. Звонок поступит вот с этого номера. С этого же номера. Например, так. Или с номера такого-то, такого-то. Запишите его, пожалуйста. Потому что, когда мне звонят... Я оставил заявку, ну, давайте по чесноку, да, когда вам звонят с номера, который начинается на 499, ну, как-то это самое... Ну, ценность этого звонка, да, чтобы поднять трубку, ну, честно, да, она вот так. Но когда вам прислали до этого визитку и сказали, что наш номер вот такой, и мы позвоним с него, вы его запишите, чтобы вы знали, кто звонит. И когда вы сами заявку оставили, вы потом вспоминаете, да, я оставил заявку, то есть, мне же это действительно важно, я в трубку возьму. Такая штука, да. Можно сделать WhatsApp-лэйдинг. То есть, можно трафик приводить сразу на WhatsApp и внутри вот сделать такую структуру. Типа проконсультировать клиента по продукте. Нажмите 1, рассказать об акциях, нажмите 2. Записаться на прием, нажмите 3. Там, то есть, посмотреть примеры наших работ, сделать заказ. То есть, вся структура, которая на лендинге, можно перенести в WhatsApp и не все клиенту вываливать, а чтобы он интерактивно с ботом общался и запрашивал ту информацию, которая ему надо. И сразу же в WhatsApp эту информацию употреблял и сразу же здесь мог сделать заказ. Причем, делается реклама в WhatsApp очень просто. Там делается ссылка va.me slash и номер телефона, и эта ссылка ставится в рекламу. И тогда человек попадает сразу же в WhatsApp, он попадает сразу же в АМСРМ, и бот его подхватывает и начинает с ним общаться. И еще прикол в том, что мы сразу же получаем его имя и номер телефона, потому что они записаны в WhatsApp. Нам не нужно у человека спрашивать номер телефона. Как только он нажал на кнопку в рекламе, мы тут же узнали его номер телефона. Прикольно? Прикольно. И еще и имя, потому что имя в WhatsApp тоже написано. В АМСРМ есть такая штука, называется селс-бот. Это визуальный конструктор ботов, который может любую логику его сделать. Если человек написал это, тогда пошел по такой ветке. Если он ответил это, тогда по другой. Если ответ не распознан, то он позовет живого человека на переписку. И так далее, и так далее. И это встроенный функционал АМСРМ, а WhatsApp подключается уже к нему, к уже готовому функционалу. Вот этого в Bittrex нет. В Bittrex можно переписываться, просто переписку вести. Но в АМСРМ мы можем сделать вот такой вот селс-бот. Эмоции, все как мы любим. Все можно делать также в переписке через карточку. А вы, кстати, готовьте вопросы, потому что я больше хочу на вопросы отвечать. Поддержка Ройстата. То есть Ройстата – это система сквозной аналитики. Когда человек перешел по рекламе в WhatsApp, вот я, например, сейчас вебинары собираю, я лендинг вообще не использую. То есть я в рекламе пишу, вот программа вебинара, хочется регистрироваться, жми сюда. Он нажимает, его бросает в WhatsApp. WhatsApp знает имя и телефон уже, только спрашивает еще почту и какие-то базовые вопросы. Вы вообще, и имя тоже известно. Там должность, например, узнать, какую компанию представляете. Потом пишет, вы уже зарегистрированы, спасибо. И уведомление, потом напоминалка ему придет тоже в WhatsApp автоматически. Еще у АМА есть мобильное приложение. Если вы говорите о том, что, ну, WhatsApp это на телефоне, и прикол в том, что менеджер, например, может на WhatsApp с клиентом переписываться на телефоне. Вот. А у АМА, например, есть мобильное приложение, если... А номер в WhatsApp-овский один. Если придет сообщение по карточке клиента, который назначен на конкретного менеджера, то у него на мобильном телефоне всплывет АМА-СРМ, что вам пришло сообщение в WhatsApp, и он там же с телефона в АМА-СРМ отправит ответ, и этот ответ придет в WhatsApp клиенту. И он будет переписываться, просто он будет так же переписываться, что-то отправлять, но он будет это делать не с приложения WhatsApp, а с приложения АМА-СРМ. И менеджеры не будут видеть друг друга переписки, только те клиенты, которые... Только те клиенты, с которыми они общаются. Это еще один плюс безопасность, да? Потому что у нас есть корпоративный номер, который принадлежит компании. Доступ к этому номеру самого WhatsApp-а, он зарегистрирован на организацию и лежит в сейфике в офисе компании. Это сим-карта. То есть у вас не уведут клиента, потому что переписка ведется через АМА, а все, что происходит в АМА, руководитель видит. Вся переписка, которая ведется с клиентом. И он не может ему написать это, давайте там лично будем друг с другом переписываться на моем WhatsApp. А часто же бывает такое, скиньте мне на WhatsApp, и вам скидывают личного номера менеджера. А тут один номер, и сразу все менеджеры. Еще немного про роботов. Вот пример SalesBot, это мой. Здесь вот написано, если первое сообщение равно... Это точка входа. То есть в зависимости от первого сообщения, которое приходит, он его ведет либо вот по этой ветке, либо по этой ветке, либо по этой. То есть, так как разные маркетинги и мероприятия, если зарегистрироваться на вебинар, то по той ветке пойдет. Если, значит, заказать услуги, то по этой ветке и так далее. И это все вот на самом деле визуально настраивается. Ничего не надо программировать. Все эти блоки прямо мышкой тыкаются, добавляются. Вот одно за другим. Ответы клиента. То есть мы, например, его спрашиваем, там, в каком-то бизнесе, там, какой-то вопрос, например, что там, какая услуга вас больше всего интересует, или, там, ну, любой вопрос, который касается вашего бизнеса, он, ответ на этот вопрос записывается в карточку клиента. И это уже поле, ну, в любой серверке можно создавать поля, да, в том числе вам, какие-то кастомные поля, ну, настраиваемые. И мы ответы человека, который он написал в WhatsApp, мы можем записывать в эти поля. Диджитал воронка, да, то есть, которая при наступлении определенных обстоятельств может совершить определенные действия, в том числе отправить сообщение в WhatsApp. Вот воронка, например, вызвал менеджера в чат-боте. То есть человек в чат-боте общался, и ему потребовался человек, он нажал, например, чтобы позвать человека, нажмите один, он нажал один, и он перебрасывается, а МСРМ вызвал менеджера, при этом ставится задача для менеджера подключиться к общению, менеджер это видит, и подключается живой человек. Или любые сценарии. Если человек не ответил, там, тогда ему приходит какой-то бинарик. Если человек ответил то-то, то он перебрасывается в какую-то другую воронку, или на какой-то другой этап сделки, и так далее. Оставил заявку. То есть человек оставил заявку в боте, все, ему надо там уже установлять счет, катировать и так далее. Вот он сюда переходит, оставил заявку, начинается этап генерации анкеты, бот ему отправляет анкету, все ответы туда, все заполняется, все делается автоматически через АМСРМ и ватсап через сервис радист. Время, да? Да. Я скоро. Так. Вот хочу сказать, что базовые вопросы, которые при звонках, вот, я всегда собираюсь работами, то есть, там, ответьте, пожалуйста, на три вопроса. Вам пришла занявка, спасибо, наш менеджер свяжется. Предварительно, пока, чтобы наш разговор прошел конструктивнее, ответьте, пожалуйста, на три вопроса в боте. Удобно? Ну, в ватсапе, конечно, удобно. Человек отвечает на эти три вопроса, они записываются в карточку, и когда менеджер звонит, он уже знает, с кем он разговаривает, в какой ситуации находится человек, и чего ему, скорее всего, надо предложить. Уже знает, какая экономия времени. Вы представляете себе, оплату можно подключать через ватсап, когда регенерируется ссылка на оплату, он оплачивает, при этом в CRM делается пометка, что оплата получена. Сейчас работает с Тинькофф, Сбербанка, Модельбанк, оплата. Ставить задачи, напоминать, напоминание о записи, о приеме, любые напоминалки через ватсап, все это дело автоматизируется. Так, ну, в принципе, на этом все. Вот мой инстаграм, я там пишу про всякие стратегии, фишки маркетинга. Подписывайтесь на него, и при подписке, если вы мне после подписки отправьте кодовое слово 300, вам бот, не в ватсапе, а в инстаграме, пришлет крутую майндмэпку, где 300 стратегий увеличения продаж. И, конечно, я вам сделаю оффер по самому сервису. Вот этот сервис по интеграции ватсап и амасерем, мы договорились специально только для вас. Сейчас прям надо отсканировать этот код, вы попадете в ватсап. Вы сейчас увидите, как это все работает. Отсканировав этот код, у вас откроется приложение ватсап. И по нему вы получите 3 дня теста, и вы можете все это потестить. На себе. И еще 2 недели в подарок, если вам после результата теста этот сервис понравится, и вы его захотите. Даже если вы не хотите сейчас подключать, вы можете просто потестить, как работает этот бот, как это выглядит. Как автоматизируется продажа через ватсап и амасерем. Вот. На этом я свое выступление заканчиваю. Вот мои контакты. Можно тоже отсканировать, и вам все попадет в телефон. Спасибо большое. Привет. Меня попросили чуть-чуть ускориться и поговорить быстрее. Постараюсь это сделать. Будет, наверное, 10 минут, а не 20. Меня зовут Жарков Алексей. Я основатель такого сервиса Bindex. И сегодня мы чуть-чуть поговорим про вопросы о том, как их увеличивать, увеличивая конверсии сделки. У нас есть определенные мысли, какую-то часть этих задач мы выполняем, какую-то только думаем выполнять. Так, я что-то не могу попасть в слайд. На кнопку вниз. На кнопку вниз. Ага, все, да, окей. Вот, собственно, что такое Bindex? Это такая приватура Business Intelligence Index. Пишется без «Е». Сайт bindex.ai. Ко мне интересно, после выступления можно подойти и уточнить вам промо-доступы. Вот, как бы, занимаемся тем, что пытаемся создавать различные IT-решения, которые нацелены на то, чтобы, работая с большим количеством данных, помогать, ускорять и улучшать продажи. Так, вниз, вниз, прошу прощения. А там пару слов обо мне. Не первый проект у меня. Наиболее известный, который у нас локовый такой сервис бизнес-венери. Мы делаем много мероприятий, на время пандемии пока в режиме ожидания, но физически провели более 5000 мероприятий. Использовали как бы специальную систему автоматизации, которая позволяла людям знакомиться друг с другом в помещениях, рекомендовать друг другу. То есть делаем это около 10 лет. Соответственно, за все время накопили большую базу близпринимающих решений в бизнесе. И работая с запросами, просьбами, то, как генерить ряды, попробовали часть этих полей закрыть с помощью биндекса контакта, если нужно, я. И самая важная часть. Значит, когда мы смотрим на различные системы автоматизации продаж, мы этот рынок до себя исследовали. Мы увидели несколько основных направлений того, что сегодня делается. И каждое этих направлений помогает получить определенное преимущество в вашем отделе продаж. Вот, собственно, во многих оттенках этих сервисов мы сделали какое-то там свое упрощение, да, и в биндексе можно зайти, посмотреть, попробовать, и там посмотреть результат, работает, не работает. Если работает, то можно отдельно будет покупать профессиональные сервисы, если работает или не работает, то можно остаться как есть. Вот, что здесь важно, важно, что все тренды, которые сегодня происходят, они связаны с вопросами, ну, так называемой, как бы аналитики продаж, там, да, и разведки продаж, ну, грубо говоря, такое правильное прицеливание. Так, правильное прицеливание, оно как бы создает целый набор инструментов того, как это правильно делать. Если прицел правильный, то дальше уже отдел продаж с большей эффективностью будет работать. Так, это я пропущу в целях сокращения затрат. Вот, значит, теперь, как бы, пара важных моментов. Если мы смотрим на жизнь продажника, есть три значимых вопроса в его жизни. Продажника, главы отдела продаж, владельца, руководителя, вот, и, как бы, эти вопросы, ими нужно, ну, как бы, их нужно прочувствовать, так сказать, сердцем, а не разумом. Вот, это вопрос, кому продавать, когда продавать и как продавать. Почему это важно? Потому что, когда мы пытаемся смоделировать выручку компании, сделку, вот, как можно очень долго выбирать, кому продавать, вот, но будет неправильный момент времени. То есть, компания ваша, на момент не тот. Если выбрали первую часть правильно, вторую неправильно, сделки нет. Если обе части выбрали правильно, кому продавать, когда продавать правильно, пришли, но зашли неправильным каналом, тоже сделки не будет. Получается, вот, как бы, понимая и разложив эти вопросы в процессе и технологиях, появляются ниши, то, как, ну, эффективность можно повысить. Вот, соответственно, на примере, то, как мы построили систему, значит, система работает только для B2B-продаж, то есть, здесь нет клиента B2C-шных, это когда компания продает компаниями. Как бы, что это такое, там, простыми словами, это некий определенный пысковик, ну, то есть, там, пысковая сетка, которая переворачивает все сайты по корону это несколько раз в неделю, и из этих сайтов делают список бизнесов. Ну, то есть, прям конкретно там сайт, чем занимается компания, какой у него фактический адрес, что продает, вот, далее этот список бизнесов соотносится с существующими на сегодня разными платными и бесплатными базами, ну, там, как бы, есть база налоговая, есть база сертификатов, различных, как бы, других вещей, и они, как бы, мэшатся, и получается, как бы, такая стыковка, ну, например, можем искать компанию по сайту, понимать, там, чем она занимается на самом деле, а не B2B по видеофактический адрес. Вот, очень интересно в плане работы с ИПшниками, потому что у ИПшников, ну, в статистике непонятно, чем они занимаются, вот, как бы, мы, там, с помощью системы это увидели, и увидели, на сегодня, активных ИПшников, увидели, так сказать, связки бизнесов, которые они ведут, это очень частный микс, там, например, автомойка, интернет-магазин, там, и, там, чего-то еще, вот, соответственно, как бы, позволяет сильно проще и быстрее делать списки потенциальных клиентов и работать с ними. Вот, классический подход, который компания использует, он, так бы, называется, формографическим, когда берут, там, базовые вещи, отрасль, регион, размер, вот, их можно очень сильно углубить, и, что, как бы, немаловажно, отрасль, это тоже такая штука очень абстрактная, АКВЭТ одно, а сайт другое, особенно сейчас, когда компания в сложной ситуации меняет направление бизнеса и могут, там, подходить в разные сферы. Вот, вот эти вещи у нас, как бы, формируются из сайта, из прайс-листа, это очень важно. Вот, это позволяет делать узкие срезы, и узких срезов есть огромный плюс, то есть, вместо того, чтобы иметь один список потенциальных клиентов, лучше иметь их, там, сто порядок, каждый из которых не крупный, но дает кратно больше конверсии. И вот этот, вот, как бы, принцип работы с микроворонками, он позволяет по-иному взглянуть на то, как можно продавать, сколько можно продавать, занимает время его подготовить, это некая аналитическая работа, ну, так как мы просто поработаем, вот, но если сделать, то вы будете получать кратное преимущество. Пару примеров я приведу сейчас. Вот, дальше мы говорили, что есть кому продавать, когда продавать, сорри, да, кому продавать, когда продавать, как продавать. Вот, когда продавать, это реально важная штука, но, по большому счету, инструментов сегодня искать сигнал продаж, момент его просто нет. Ну, бывают косвенные, там, не знаю, какие-то публикации на сайте, но это такая ручная работа. Вот, мы пытались этот вопрос решить, решили только часть его с одной стороны, вот, но возник такой слой сигналов, ну, например, там, переезд компании, появление новой продукции в каталоге, найм сотрудника, увольнение сотрудника. Вот, различные данные, которые видны в открытых источниках, вот, если их, там, несколько раз в неделю радаром проходить, то, как бы, это может использоваться как определенный сигнал. Вот, и это сильно повышает вероятность сделки конверсии, вот, ну, вот из примеров, например, рекрутингового агентства, как только видят компании, разместившие вакансии определенной категории, как бы, ну, неважно, где их разместили, на каком источнике, как бы, у них там приходит сигнал, что компания соответствует еще таким-то параметрам выручки регионного, там, чего-то еще, она разместила вакансию, это сигнал продаж, это очень полезно. Вот, в вашем бизнесе настраивать такие сигналы продаж и думать о них очень правильно, не все из них доступны в простую, но если вы вычислить, на каких данных они основаны, как эти данные грамотно получать, то у вас будет сильное преимущество и кратно больше конверсия. Это могут быть суды, вакансии, разные работы, появление новых категорий продукции. Безусловно, один из клиентов, с которым вы работали, он выслеживал все интернет-магазины, когда у них появлялись категории товаров медицинского здравоохранения, так сказать, ну, там, салфетки, лосьоны. Вот, если магазин переходил, добавялась категория, то у них был целый пакет других услуг, добавочных продуктов, которые нужно было туда вливать. Таких компаний появлялось в месяц 5-6, ну, то есть это не сотни, но это конверсия 90% новых клиентов, вот, и имея 100 таких воронок, это очень круто. Были примеры въезда в радиус, то есть компания отслеживает радиус 500 метров, вот, как только она фактически офис открыла в этом радиусе, вот, то ей делалось определенное предложение, как бы тоже в принципе она играла значение, и, как бы, достаточно важный. Вот, значит, поэтому для того, чтобы вот в эту сторону думать, надо погружаться в микроворонки, это раз. Второе, как бы, выискивать сигналы. Часть сигналов можно найти у нас на сайте, они бесплатно в доступе по описаниям находятся, то есть можно зайти там в разделы и посмотреть, какие примерные есть воронки продажи, примерно там, кому они заходят, вот. Но вообще, как бы, надо в том числе и садиться, думать, их настраивать самостоятельно. Часть данных от нас, часть не от нас, но их собирать, и это прям, ну, правильно работает. Вот, дальше последние три минуты, значит, есть несколько инструментов, которые основаны на нашей системе данных, входят в обычный пакет, то есть мы бесплатно, если начали пользоваться основным сервисом. Значит, первый сервис, это называется клиент-обит, это встроенный, это когда вы в B2B-компании, у вас есть какие-то клиенты, и вы не можете толком объяснить, кто ваша целевая аудитория. Типичная ситуация, обычно говорят, наши клиенты это все. Ну, например, там, скажем, возьмем тему бухгалтерских услуг, где-то, в принципе, реально все могут их покупать, но там, по-честному, они не все, потому что есть там разные реальные ограничения, кого вы умеете продавать, кого получается продавать, там, да, какие-то рекомендации клиентов, которые приходили, вот как вычислить, когда с кем вам работать. Вот, заливается база клиентов сайтов или инфидент, в систему, как бы, данные не сохраняются, то есть просто аналитическая функция. Вот, системы, как бы, делают такую подсчетную базу всех данных, которые существуют, известные в биндексе, и по ним строят корреляционный анализ, занимает он пять минут, и говорит, что у вас, там, в вашей базе клиентов три портрета, мелкие магазины в городах-миллионниках, там, не знаю, еще какие-то компании, там, медицинские компании, например, там, не знаю, автомойки. Вот эти вот три типа компаний, ваши портреты у вас получались, и вот таких компаний, вот в радиусе в вашем городе еще столько-то, можно воронку сразу взять, и в России столько-то, и можно их донарезать. Вот, и там, часто, очень интересные выводы получаются, прям, ну, реально интересные, вот, неожиданные, вот, поэтому рекомендую на него посмотреть, а, как бы, часть выводов непонятных в тактахах, а часть, прям, имеет определенный смысл, и с ними можно что-то делать. Есть работа с новыми компаниями, не по регистрации его лица, а по открытию сайта. Пилоса-сайт, как бы, да, либо просто Пилоса, или Пилоса-спрайс-листом, сразу в системе отразился, в течение дня его видно, а это круто. Порядка двух тысяч компаний в неделю сегодня появляются в России, несмотря на кризис, это много. То есть, видимо, старые рушатся, новые, как бы, что-то пытаются новую жизнь начинать, либо новое в лицо, старая банкротит, вот, ну, вот, движуха вот такая, очень динамичная, и, как бы, их видно, и многие из них, ну, как бы, совсем не пустышки, которые появляются. Это интересно. Вот там последние 10 дней, 2326 бизнеса угла. Так, ну, тоже нам советы как-то настроить, не будем сейчас останавливаться, если что, обратите ко мне. Вот, и последний сервис, который покажу сегодня, но не последний, который есть у нас, такая, как бы, система счетчик на сайт, которая проявляет, из какой компании зашел посетитель, и она основана на IP, а не на куклах, то есть не противоречит законодательству, а использует совмещение IP и того, что мы знаем. Вот, соответственно, если у вас сайт B2B, вешайте счетчик, появляется воронка, и вот люди, которые к вам зашли или интересовались, они, как бы, если компания претенна, фиксируются, как компания, там, какая-то, интересовалась вашей продукцией. Если компания, или тип компании, заходящих вам, там, за неделю, за месяц похожи друг на друга, это для вас некая ценная благоданная, чтобы попробовать поанализировать, и, как бы, переделать воронку, и исходящую продажу построить из этого. Вот, то есть, как бы, что главное, главное, мы верим в микроворонки, узкий интерес к аудитории, большое количество коллерсионных воронок, но с малым количеством ледов в течение года. Мы верим в сигналы продаж, то, что сигналы продаж, момент, когда продавать, это круто, это очень интеллектуально. Вот, и мы верим в разные эксперименты, собственно, как интересно, присоединяйтесь, пробуйте, тестируйте. У меня все, по-моему, я честно уложился. Еще есть три минуты для вопроса. Еще есть вопрос. Да, у меня один вопрос есть. А вот по последнему фунту возможно ли через эту систему понимать поиски конкурентов, когда они выходят на сайт, и начинают там где-то поиски конкурсить? Ну, вряд ли, да. Да, то есть, да, но, вероятно, не нашлись кейсы. Я был конкурентом, я бы чуть-чуть не зашел. Если там не манимайзер поставить, не видно, если мобильного зайти, не видно. Поэтому это такой дополнительный инструмент, он тоже бесплатный, если он отключен к системе. Поэтому, ну, нет. Так, еще? Да, в общем, все понятно. Все. Можно приглашать следующего спикера. Спасибо. Спасибо большое. Итак, добрый день. Приветствую всех, кто здесь присутствует, а также тех, кто смотрит видео. Меня зовут Алексей Карелов, я директор по развитию группы компаний КВ-12. Да, чтобы было понятно, группа компаний КВ-12 – это один из крупнейших рекламных холдингов в России, у нас есть несколько объездов, есть свои стартапы, есть свои сервисы, решения, маркетч-сервисы, гибридная видеоаналитика, то есть искусственные интеллекты и так далее, то есть мы достаточно большие. И так как в рамках конференции по поводу автоматизации маркетинга, мы решили рассказать вам про одно из наших решений и немножко затронуть такое, скажем, поле, как мотивационные программы. Чтобы было понятно, мы сейчас будем обсуждать верхушку айсберга, потому что само направление мотивационных программ, особенно у крупных клиентов, там, где участвуют несколько тысяч человек, сотрудников, дистрибьюторов и так далее, различного рода людей, персонал. Это огромная работа, и если вы с ней сталкивались или вы когда-то столкнетесь, то нужно будет очень сильно укопаться. Но, тем не менее, сейчас пробежимся исключительно по решению, чтобы было понятно, о чем вообще идет речь. Так, не работает. Вот вниз, это вот так, сюда. Окей, да. Да, ну и, соответственно, сегодня речь пойдет исключительно про мотивационные программы там, где работают продажники, где происходит продажа. То есть мы не будем затронуть какие-то еще там отдельные мотивационные программы, например, на улучшение настроения. Потому что мы все знаем, что лучше денег настроение у людей не улучшает практически. Значит, как сделать мотивационную программу и сделать ее эффективной, не промахнуться в расчетах? Соответственно, посмотрим на тренды, которые за 10 лет почти не изменились. И эта информация исходит как бы от нас, наша статистика, то, с чем мы каждый день работаем. Соответственно, 30% участников мотивационных программ не успевают въехать вообще, как это работает, и в ней не хотят подвлекаться. Поэтому программа уже закончилась, они только об этом, можно сказать, потихонечку узнают. Соответственно, 90% клиентов, а мы говорим про клиентов, это там, где есть вообще, в принципе, отдел маркетинга, да, крупный. Не чувствуют особой разницы между мотивационной программой и промоакцией, хотя разница колоссальная, потому что это абсолютно разные категории. И на этом этапе очень часто бывает, происходит полное вообще непонимание между теми, кто планирует мотивационную программу и теми, кто ее заказывает. Обычно все заканчивается очень плохо. Соответственно, 80% клиентов не готовы тратить свое время на то, чтобы должным образом эту программу поддерживать и ее продвигать по своим, как бы, спочкам продаж, по своим сотрудникам. То, что просто нет времени и особой мотивации, ну, как и практика показывает. Соответственно, 50% клиентов считают, что только три уровня призов или какой-то призовой фонд сделают, как говорится, всю картину и приведут к самым высоким результатам. Особенно, когда мы слышим про карты Lituai, просто вздрагиваем, хотя это есть и сейчас и в достаточно большом количестве. Около 80% клиентов не готовы оплачивать налоги, НДФЛ, так называемые, когда идет начисление каких-то денег за выполнение тех или иных задач при проведении мотивационной программы всей экономики на налогах. Да, ну и, соответственно, почти все считают, что это очень дорого. Значит, при том, что бриф, который мы получаем обычно на мотивационную программу, включает в себя такое количество различных задач, опций и всяких deliverables, что, как бы, каждая из этих задач может тянуть вообще на отдельный проект, и если делать это все, ну, как бы, правильно то, как хочет клиент, то бюджет улетает просто в космос. Это однозначно, денег никаких не хватит. Речи уже про мотивационную программу не будет. Итак, соответственно, что клиенты в итоге получали? Агентство приходилось искать самые сложные пути, выкручиваться для того, чтобы решать все эти deliverables. Соответственно, нужно было идти всегда по самым простому, как бы, направлению для того, чтобы решать основные задачи. Какие? Больше продавать, перевыполнять план, да, это основная задача, в принципе, маркетинга, иначе они там не нужны этой компании. Да, соответственно, из-за этого страдали результаты, увеличивались косты и, соответственно, деньги тратились из года в год, при том, что компания, мотивационная программа, каждый год она начинается, они тратят деньги на то, чтобы людей туда нагнать, потом она продолжается, хочет подводных камней, и потом она заканчивается, половина отлетает, половину никто не хочет делать. Ну, вот такая вот, как бы, в принципе, температура по больнице средней. Вот что происходит в этом сегменте. И, соответственно, мы вообще занимаемся этим уже больше 15 лет, я провел, не знаю, сотню мотивационных программ различных, и мы с коллегами, у нас достаточно большего опыта и много различных профессионалов, то есть у нас и гейм-гейм, и искусственный интеллект, и менеджеры, мы просто взяли и перенесли наш опыт и создали, а, вернее, ну, как бы, немножко сбежал вперед, соответственно, так как вот обычно в брифе много разных задач прилетает, от которых мы не можем отказаться, да, чтобы их сделать, соответственно, мы решили, что будем решать их всех на одной площадке, делать это перманентно, то есть если один раз спустили, и она поехала, это мотивационная программа, и, соответственно, автоматизировать все процессы, которые только возможны. То, в принципе, о чем сегодня все, и зачем мы все сегодня собрались. Вот, соответственно, мы создали экосистему, в которой включаются все возможные форматы коммуникации, мобильные версии, там, мобильное приложение, и, соответственно, эта система быстро разворачивается под любую цепочку продаж и вообще, в принципе, под любого клиента там, где есть какие-то намеки на выполнение каких-то KPI. Соответственно, что эта система позволяет? Она позволяет вовлекать, обучать, мотивировать персонал, команду продаж, а также закупщиков в торговых точках, продавцов в торговых точках, и, соответственно, все это происходит напрямую без последников, то есть не нужно там запускать какой-то кэш, как это любят клиенты в конвертиках передать дистрибьютору, менеджеру, то есть там, короче, вот этого всего безобразия как бы больше нет. Соответственно, все, что связано с деньгами, с кэшбэками, с бонусами, все это происходит тоже автоматически, то есть не нужно там как бы ежемесячно клиенту собирать эти все данные. Вот, открыл страницу, посмотрел на результаты, нажал кнопку, система автоматически все посчитала, начислила всем участникам то, сколько они заработали согласно мотивационной программе, и они эти деньги получают себе там на карте. Да, автоматически кассовые чеки проверяются в ФНС, продажи в торговых точках, если используется такая механика, проверяются у операторов фискальных данных, операторов всего 21 компания в России, большие, маленькие и так далее. В общем, теперь не нужно как бы, ну, грубо говоря, если нужно проверить целые там, например, АКБ, пусть даже это там какие-то ИП-шники будут, такое часто бывает, то теперь это происходит тоже автоматически, то есть клиент нажимает на кнопку, получает дату. Вот, соответственно, можно настраивать таргетинг по продажам по регионам, городам или вообще по отдельным сетям, чтобы твой продукт продавался в том или ином формате, да, соответственно, ну и все, при том, что все это прикручено к KPI, которые выполняют сотрудники продажи, ну, то есть ответственные за продажу. Соответственно, можно будет собирать данные по конкурентам в двух видах, цифра и фотоматериалы, отслеживать планограмму, если это необходимо, при том, что это и ритейл, и хорика. Соответственно, миксовать канал продаж, это когда, ну, там, про хорику, ну, про традиционную розницу. Ну, хорик тоже можно, в принципе. Соответственно, миксуется ритейл, и все участники собираются в одном месте для того, чтобы был четкий обмен данными, и водители подразделений, и топ-менеджмент понимали вообще, что происходит вообще с этим, с продажами. Вот. Помимо этого, есть еще целая куча принципов, которые улучшают экосистему, улучшают вообще, в принципе, восприятие людей, которые участвуют в ней, потому что вы понимаете, да, что человек, например, работает с простым менеджером по продажам, чем его можно вообще удивить, как его можно замотивировать, да, у него там жена, дети, он в пробке стоит, ему надо там что-то продать, отгрузить. Вот. Соответственно, тем не менее, работает все вне некоторые принципы, которых нужно помнить и планировать при составлении механики, при интеграции мотивационной программы клиента. Вот. Это такое маленькое лирическое отступление. Я сейчас не хочу очень долго на этом зацикливаться. Очень много слов на букву «П», и еще можно сюда вписать, еще, наверное, думаю, столько же. Ну, в общем, принцип такой, что мотивационная программа будет работать только в том случае, если мы предложим хороший оффер тем, кто продает. Если мы предложим не очень хороший оффер, мы просто потратим деньги впустую. Соответственно, что можно здесь сказать? Экосистема автоматически ведет диалог с участниками, и это происходит согласно заранее прописанным скриптам, то есть клиенты уже не участвуют, грубо говоря, в коммуникации. Один раз настроили программу, и дальше система подрулью общается с каждым из участников в зависимости от его позиции в грейде, в цепочке продаж. Это происходит примерно вот так. Как понимать, да, то, как на кого влияет так называемая схема влияния фокусных групп, и при том, что эта схема фокусных групп может быть вообще, как бы, там, самая разная, то есть тут может быть и больше. Мы собрали здесь, ну, как бы, самые такие топовые, которые вот каждый день встречаются и в брифах, и, соответственно, во время экзекюшена. Вот, многие скажут, что такое уже есть, мы это видели, и да, действительно, на рынке есть сервисы, которые предоставляют подобные аналогичные продукты, но вот мы тоже с ним со всеми общаемся, постоянно следим за тем, что происходит, держим руку на поясе, и мы видим, что зачастую либо это какие-то отдельные сервисы, либо это какие-то технари предлагают, например, там, тот же самый кэшбэк, либо это компании, которые вот сами набирают, грубо говоря, КБ и приглашают туда клиентов, и клиент, когда приходит в бренд, он оказывается в рамках, и ему очень сложно достигать каких-то своих, ну, реально, там, интересных целей, да, больше продавать или как-то лучше выглядеть. Это, знаете, как вот, как вот едодин какой-нибудь, да, вот там, могила братская из брендов, и пользуются этим определенной категорией потребителей. Кому-то удобно, но в целом, как бы, немножко странно. Мы же, как раз-таки, да, то есть, а, сейчас еще маленький такой момент, то есть, когда бренду нужно расширить какую-то опцию или как-то ее немножко изменить, потому что маркетинг – это очень такая гибкая, как бы, да, структура, то нужно будет обращаться еще к каким-то другим подрядчикам, к одному и тогда к двоим. Вот это все как время, деньги и нервы. Вот, мы же отличаемся от всех остальных в том, что у нас уже все опции собраны, прописаны и готовы к работе. Это блочный метод. Соответственно, мы можем каждый блог кастомизировать под задачи клиента, под его цепочку продаж, под его нюансы, под его географию, под его хотелки, под его SKU. То есть, ну, грубо говоря, это максимальная кастомизация всего, скажем так, вообще, в принципе, отдела продаж и всех силов. Итак, то есть, как бы, что можно сказать про нашу систему? То есть, примерно через 5-6 месяцев система становится как палочка-вручалочка, потому что людям очень удобно с точки зрения юзабилити пользоваться этим продуктом. Они могут, ну, не просто там участвовать, получать бонусы там, они еще могут влиять, ну, то есть, грубо говоря, связываться с различными там глобальными CRM-системами. Мы подключаем там Salesforce, Clix, Ines, то есть, ну, грубо говоря, любая CRM-система, мы к ней можем подрубиться в том или ином формате. Вот. А, соответственно, когда мы начинаем работать, обычно клиент говорит, давайте начнем там с чего-нибудь небольшого. Мы говорим, окей, давайте, начинаем работать. И, в принципе, уже там через месяц-два нас уже просят расширять опции, потому что, ну, видно, что есть результат, и клиенту очень удобно в этом участвовать. Так. Что очень важно? Когда мы запускаем программу, мы, конечно, тратим на это некоторое количество энергии. И это не маленькое, наверное, количество. Но, тем не менее, после того, как мы эту работу проделаем, клиент может сам управлять мотивационной программой, а мы там можем привлекаться, например, на какие-то специальные задачи, когда нужно какую-то опцию допилить или какую-то новую внедрить. То есть, грубо говоря, мы продаем сразу права, компания платит один раз и, соответственно, пользуется дальше постоянно. То есть мы не берем деньги за то, что мы уже создали. Какие-то доп. опции, пожалуйста, да. Так работает наша финансовая модель. Да, и, соответственно, я уверен, что вам казалось, ну и, в принципе, всем кажется, что это сложно и дорого. Но это не совсем так. Сейчас мы можем запуститься за одну неделю. То есть если там с момента брифа, ну, с момента как бы четкого брифа, когда клиент точно может сказать, и он знает, что у него происходит в его, как говорится, в бочине, и сколько у него там силов, сколько у него директоров, и что нужно делать, то вот с этого момента за одну неделю мы запускаем мотивационную программу. То есть весь этот софт, который есть, он просто упаковывается, делается мобильное приложение, которое выглядит как бы в брендинге клиента. Оно так и называется, то есть мы не продаем как бы свой бренд, да, мы, по сути, продаем решение, да, для клиентов. Это, там, может быть, там, Danone Pro, там, не знаю, там, Bosch Pro и так далее, и так далее. Вот. И что он теперь имеет в итоге? В принципе, самое главное, да, то, что все происходит на одной площадке. Все транзакции, чеки, все хранятся данные, все в одном месте. Вот. Важный момент оптимизации бюджета, потому что все завязано обычно на перевыполнении плана или какие-то KPI. То есть вот особенно в условиях падения рынка, да, как сейчас это произошло, у нас, наоборот, в этом году у нас рост больше, чем на, там, больше 100% мы подросли, исключительно благодаря тому, что наша система позволяет планировать даже такие вот, ну, как дальние горизонты, так и совсем близкие. Потому что мы точно знаем, сколько у нас, какие у нас показатели по продажам. Мы можем примерно понять, сколько их будет через месяц. То есть мы можем понять, какое количество процентов перевыполнения плана сделают, там, те или иные менеджеры по тому или иному региону и так далее. Ну и грубо говоря, то есть это максимальное, как бы, максимальное облегчение для крупных клиентов, чтобы не тратить еще лишние бюджеты. Да, ну и, соответственно, очень удобно, когда в компании работают тысячи человек, когда приходит сотрудник, работает, его учит, там, тратит ему энергию и деньги на то, чтобы он научился и понял, там, как в этой компании работается. Потом он уходит, иногда с ним, там, теряются какие-то клиенты, контакты, приходит новый человек, ему сложно там сразу ехать. Это, ну, как, всем понятно. Всех нас увольняли, всех нас принимали на работу. Месяц, а то и два нужно потратить на то, чтобы просто адаптироваться. Здесь вот система позволяет сделать так, что сотрудник, подключаясь к системе, система помогает ему быстро въехать вообще, как бы, в то, что происходит. Ему будет понятно, кто у него руководитель, кто его коллега, что надо делать, как надо продавать, какие СКИ, в каком количестве, когда, почему и так далее, и так далее. То есть это очень удобная штука. И, что хочется сказать, 95% всего, что я сейчас описал, это уже автоматизировано. То есть, понятное дело, как вот коллега перед мной, кажется, там, второй выступал, он сказал, ничто не отменяет работу аккаунт-менеджера, клиентский сервис и так далее, это факт. Но когда все уже настроено, и когда уже услуга, можно сказать, работает, это решение, то практически мы не участвуем, все происходит автоматически. Вот. Что дальше? Дальше, собственно, один из принципов наших, это перманентная программа. Нет смысла, как показывает практика, создавать краткосрочные мотивационные программы, там, на 2 месяца, как это очень любят клиенты делать. Или, там, давайте на лето сделаем, там, пивники или, например, Coca-Cola. Мы не рекомендуем это делать, и мы запускаем программу, которая идет 12 месяцев нон-стоп, просто с флайтами, и, соответственно, основной бюджет затрачивается во время топового периода, да, ну и, соответственно, остальные деньги уходят на то, чтобы поддерживать жизнь в этой экосистеме, чтобы люди не уходили. Потому что проще сохранить участника в экосистеме, когда он участвует в мотивационной программе, при том, что он получает реальные деньги, чем каждый год объяснять людям, зачем это все нужно. Поэтому перманентная программа – это вообще масса. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы – welcome. Спасибо. Я так сложно рассказал, да, что никто ничего не понял. Друзья, всем добрый день. Сейчас хочу рассказать, поговорить и поделиться нашим опытом о продаже рассылок через мессенджеры. До того, как начну, хочу узнать у немногочисленной нашей аудитории, кто есть кто. Можно просто чуть подробнее, для того, чтобы скорректировать рассказ, кто чем занимается? Мартон Абузатором Холики. Друзья, вы? 1С. 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 Ага, понятно. Вы, то есть, услуги оказываете, сервис? Да. 1С. Окей, молодой человек. 1С. 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 3С. 1С. 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 предпринимателей, которые хотят привлекать клиентов через мессенджеры на автопилоте. Помимо прочего, у нас есть еще академия мессенджер-маркетинга, где мы всему этому учим. Значит, два слова расскажу о нашем опыте, чтобы было представление. Вообще, мы одна из первых платформ, которая в России, да и, наверное, в мире, занялась мессенджером-маркетингом. Это был конец 2015 года. Первые несколько лет специализировались на язычных рынках, штат Канада, Австралия, UK и так далее. И в 2018 году запустились на российском рынке. Сейчас мы платформа номер один в СНГ. По количеству клиентов из открытых источников также у нас есть наша академия, через которую прошло, наверное, 20 тысяч специалистов, которых мы учим. И если говорить о тренде, который сейчас есть, можно выделить следующее, что в маркетинге, в интернет-маркетинге, в частности, каждые несколько лет приходят новые инструменты и запускается новый тренд. Когда-то это была вообще контекстная реклама, да, начало 2000-х, там, SEO, потом социальные сети, 2007, 2008, 2010 год этот тренд продолжается. И в 2018 году мессенджеры плотно вошли в нашу жизнь. Соответственно, этот тренд только-только развивается. У вас у кого-то вообще внедрены они в каком-то виде? Кто-то их использует? Вы используете? Мы не используем. Не используем. Замечательно. Пару слов о мессенджерах расскажу. Об особенностях, по сути, есть. Вы пользуетесь на ежедневной основе для коммуникации между собой, это 100%. Есть люди, которые мессенджером не пользуются? Наверное, таких людей нет. Интересные цифры. В среднем 25 раз в день. Это по данным на начало 2018 года люди заходят в мессенджеры. Мессенджерами пользуются все. Вот моей дочке, которой сейчас 5 лет, она записывает голосовые сообщения до бабушек и дедушек. И пару интересных моментов. То есть мессенджеры, помимо того, что имеют возможность отправлять любой контент, видео, картинки, pdf-файлы и так далее, обладают таким свойством, когда они работают синхронно-асинхронно, то есть как условный смс, емейл, так и онлайн-чат в одном инструменте. При этом коммуникации перетекают, по сути, бесшовно друг к другу. Например, отправили рассылку в мессенджере, человек на нее отреагировал, сразу запустился чат, допустим, с менеджером, который что-то дальше продал. Первый момент, второй момент. По сути, мессенджеры сейчас при помощи автоматизации в виде чат-ботов и подобных решений позволяют полностью заменить собой сайт. От подачи информации до приема заявок и дальнейших коммуникаций прогрева пользователей. Соответственно, пару важных моментов, почему текущие инструменты привлечения клиентов или дегенерации работают все хуже, и почему актуальность мессенджеров возрастает, почему они вообще работают. Во-первых, традиционная схема, когда мы давали контекстную рекламу, приземляли людей на лендинг, потом люди оставляли заявку. Сейчас конверсия в среднем на лендинге от 0,3% до болотера зависит от многих факторов, но тех сумасшедших конверсий 5-10, даже 15%, как были раньше. Соответственно, соцсети, понимая, что не хотят отдавать людей и трафик, и переходы куда-то вовне, они разрабатывают различные инструменты типа лид-формы, когда человек кликает на рекламное объявление и вместо перехода на сайт позволяет прям внутри соцсети заполнить заявку, подставляются имейлы, телефоны, отправляются, соответственно, лид, куда-то там в CRM-систему. Эта история работает хорошо с точки зрения количества заявок, но плохо с точки зрения качества, потому что такая заявка она суперхолодная, дальше менеджер должен прозванивать, как-то коммуницировать, и качество таких заявок оставляет желать лучшего. Другая интересная штука, что из-за обилия контента в соцсети сейчас, если у вас есть группа, если у вас есть Инстаграм, вы размещаете там контент, его в среднем видят от, наверное, 1 до 5% в Фейсбуке, от 3 до 10% в других соцсетях. То есть, например, когда человек потратил более миллиона долларов на продвижение там группы в Фейсбуке, там 100 тысяч подписчиков, и пост в среднем видит только полторы тысячи человек. И это действительно большая проблема. Ну и третий важный момент. Наверняка все из вас сталкивались с ситуацией, когда есть заявки, но конверсия из заявки в непосредственную продажу очень низкая, то есть требуется много касаний по разным каналам, встречи, звонки, e-mail и так далее. Мессенджеры позволяют решать так или иначе все эти сложности. И сейчас расскажу три основных направления, в которых они могут помочь. Соответственно, просто внедрение этих инструментов на всем жизненном цикле клиента везде повышают конверсии. И три основных кейса. Первый и самый понятный – это прием заказов и заявок, когда мы размещаем на сайте, в соцсетях, где угодно, контакты нашей компании – в WhatsApp, в Telegram, в Viber, где угодно. И люди через чат пишут, консультируются, оформляют заказы. Здесь, я думаю, все понятно и просто. Из очень приятных, скажем так, моментов, то, что в мессенджере, например, вот мы личный кейс, я уже лет пять, наверное, все страховки на машину указка ОСАГО делаю исключительно через мессенджер, начиная от отправки фото документов и практически заканчивая оплатой. Помимо прочего, у вас остаются контакты людей, с которыми легко связаться, им можно что-то допродать, можно через какое-то время напомнить о себе. То есть, ну, это самый понятный кейс. Вот здесь начинается самое интересное – это лидогенерация. То есть, то, как, давая рекламу, мы можем от двух до двадцати раз увеличить продажи. Вот простой пример. Это история начала девятнадцатого года. Стоматологическая клиника в Иркутске вводит новую услугу. Соответственно, для нового специалиста нужно загрузить его потоком клиентов. Запускается таргетированная реклама ВКонтакте. В среднем получается на две заявки в день, не очень целевые, очень дорогие. В результате все плохо. Применяем новый подход, вместо того, чтобы людей отправлять на сайт, в группу, или в лид-форму внутри соцсети, мы их отправляем в сообщение страницы, где в автоматическом режиме задаем два вопроса. Человек отвечает на эти вопросы, сразу записывается к специалисту. И в первый день, вместо одной, двух заявок в день получаем 27. Соответственно, минимальное участие живого человека, оператора, ну, как вы видите, рост количества обращений более чем в десять раз. С точки зрения бизнеса, что получилось сделать? За полгода заказчик открыл еще одну клинику, а потом еще открыл еще одну. То есть всего три клиники. Все это получилось сделать за счет того, что нашли связку. Прекламное объявление, простейший чат-бот, то есть это никакая не искусственный интеллект, это просто автоматизация, которую собрали на коленке буквально за два дня. Получился такой автопилот по привлечению целевых клиентов. Можно посмотреть разные кейсы. Есть кейсы, когда в 20 раз для офлайн-магазина одежда снижали стоимость клиента, дошедшего в магазин. Работало по аналогичной схеме, крутились объявления в соцсети. Человек попадал в личные сообщения от страницы, человеку выдавался промокод в обмен на телефон, с этим промокодом на определенную скидку он приходил уже в магазин. Таким образом, в 20 раз вместо 3 тысяч до 156 рублей удалось снизить стоимость заявки. Во-вторых, крутая особенность и преимущество мессенджеров заключается в том, что если вы сайты делали для своих компаний, либо самостоятельно делали, либо у кого-то заказывали, вы понимаете, насколько это долго, сложно и дорого. Вот запустить что-то в мессенджере можно буквально за несколько часов. Это очень просто, не требуется никакое программирование, потому что все интерфейсы – это все просто переписка. И большое преимущество заключается еще в автоматизации, что с заявками у нас работает не в большинстве случаев на входе не живой человек, а скрипт, сценарий, который мы заранее прописали. Поэтому это работает 24 на 7, это очень хорошо автоматизируется и масштабируется. То есть чат-боту неважно, будет 2 заявки в день, 200 заявок или 2000 заявок в день, все работает прекрасно. Теперь по несколькой особенностей в зависимости от канала и мессенджера, как работает. Если мы говорим про WhatsApp, то это самый популярный мессенджер в России. Единственная сложность есть с ним в том, что не очень хорошо сейчас и не очень бесшовно сделан переход человека из, допустим, Facebook и Instagram в WhatsApp. Но если вы просто размещаете кнопку, допустим, на сайте, на котором уже есть люди из поиска, из контекстной рекламы, все равно это замечательный инструмент, где вы можете принимать сообщения, принимать заявки и в автоматизированном виде с ними работать. Есть официальный API у WhatsApp, он, правда, стоит от 10 тысяч рублей в месяц, имеет множество ограничений, но все равно это очень качественно работает. К сожалению, не буду сейчас углубляться в детали, постараюсь просто такую обзорную информацию дать. Другой интересный подход – это реклама, допустим, в Instagram, в Facebook с использованием так называемых мини-лендингов. То есть, по сути, человек, кликая на рекламу в Facebook или в Instagram, у него прямо внутри приложения, во встроенном браузере, открывается вот такая страничка. Так, наверное, работает. Вы ее можете видеть по центру, где мы предлагаем наш оффер, наше предложение клиенту, и на выбор предлагаем в соцсетях, через которые он может подписаться и получить это предложение. Так вот, конверсия из кликов по рекламу в подписку в мессенджере, где дальше уже взаимодействует босс, составляет порядка 42%. Ну, это на данном примере варьируется в среднем, наверное, от 30 до 60%. Что это значит? Ну, вот на примере обычных сайтов, да, когда 100 человек кликнули на баннер, один оставил заявку. Здесь 100 человек кликнули на баннер, 50 человек у нас остались подписчиками в мессенджерах, с которыми мы дальше можем коммуницировать. Если мы говорим про ВКонтакте, там есть интересная механика, так называемая страница подписки, когда человек, опять же, не уходит никуда на внешний сайт, он остается внутри соцсети, появляется вот такой лендинг подписки в ВК, где человек подписывается на сообщение, и дальше уже через личную переписку страницы компании ВК с ним можно коммуницировать. В Фейсбуке немножко другая механика, там есть специальная, так называемая клик-то-мессенджер-реклама, когда мы кликаем на рекламу в Фейсбуке, у нас открывается автоматический Фейсбук-мессенджер, и дальше там идет переписка непосредственно уже в мессенджере. Здесь конверсии тоже достаточно большие, там 30, 40, 50, 60% из клика в рекламу в подписку. Также есть стандартные, ну, понятные механики перевода людей из сайта в мессенджеры, когда появляется попап, ну, например, там, подпишитесь на нашу рассылку, или получите промо-код со скидкой, или получите какой-то полезный контент, но мы этот контент отдаем не на e-mail, а отдаем через мессенджер. Вот пример того, как может выглядеть простая автоматизация прямо внутри чата переписки. Вот здесь человек, здесь приведен простой пример чат-бота, который задает человеку автоматические вопросы внутри переписки, внутри мессенджера, сохраняет ответы в профиле. Таким образом, вы можете сегментировать базу подписчиков, вы можете формировать какую-то заявку, запрашивать номер телефона прямо внутри мессенджера, и дальше отправлять эту заявку, например, в CRM-систему. Соответственно, менеджер по продажам будет уже видеть и профиль человека, либо его номер телефона, ответы на предыдущие вопросы, и в зависимости от этого более качественно, правильно строить диалог. По сути, лидогенерация через чат-бота, она, ну, есть четыре механики, которые хорошо работают. Ну, первое, это квалификация заявки или сегментирование базы, да, то, что вы видели на предыдущем примере, когда мы задаем человеку нужные нам вопросы, и в зависимости от ответа отправляем в ту или иную там цепочку. Второе, это платформа, когда непосредственно прямо внутри мессенджера запрашиваем e-mail, номер телефона или еще какие-то данные для последующей связи. Простые опросники вовлечения или какие-то викторины, вот, и так называемый квиз, как лидмагнит, что это значит, ну, например, заявка на услуги по, там, установке дверей, все что угодно, или ремонт в квартире. Хочешь узнать, сколько тебе обойдется ремонт твоей однушки, там, ответь на три вопроса, отправим тебе приблизительно стоимость. В зависимости от ответов, прям внутри платформы можно рассчитать предварительную стоимость, запросить номер телефона для дальнейшей консультации, и это работает очень круто. То есть стоимость заявки существенно понижается два, три, там, пять раз. Третья механика, которая очень круто работает в мессенджерах, это как раз рассылки и подогревающие цепочки. То есть из ста человек, которые подписались к нам в мессенджер, прямо сейчас, ну, там, пять-десять, может быть, готовы купить, а остальные девяносто – это наши потенциальные клиенты, которых нужно как-то подогреть, поработать с возражениями. Это, конечно, можно делать вручную, там, звонками, там, как-то еще, но очень правильно делать это через рассылки полезного контента и какие-то другие механики, которые удобно делать в мессенджерах. По сути, при правильной работе, вот, база подписчиков – это очень крутой актив. То есть, например, из, там, тысячи подписчиков ежемесячно можно получать совершенно бесплатно. Вы за них уже заплатили, когда привлекали в рекламе, да, они дальше с вами, и они для вас, по сути, уже бесплатны. Вот, из них можно получать, там, два-три процента заявок просто через рассылки и контент. Ну, вот, приведем пример открываемости и кликабельности в мессенджерах. То есть, это не сравнить с тем, что мы можем видеть, там, в смс-рассылках или в емейл-рассылках. То есть, более 90% сообщений, если они отправляются, если они правильный контент содержат, если они отправляются правильным сегментом аудитории, читаются, ну, и, соответственно, кликабельность тоже достаточно большая. Ну, в разогревающейся почке, думаю, здесь более-менее все понятно. То есть, человек, который не готов купить, через два-три шага может оставить заявку. Все это делается в автоматическом режиме. Я решил сэкономить вам время. Вкратце пробежался по всем основным моментам. Если резюмировать, то, друзья, три... То есть, мессенджер, во-первых, это суперэффективный и легко запускаемый, автоматизированный канал связи с клиентами. Его обязательно нужно использовать. Есть три понятных, простых подхода к увеличению продаж через мессенджеры. Это просто чаты, ответы на вопросы. Это лидогенерация, когда мы людей из рекламы отправляем в мессенджеры. И это рассылки и какие-то подогревающие цепочки сообщений. На этом все. Если у вас какие-то вопросы есть, подписывайтесь на наше сообщество. В соцсетях там много полезного контента. На этом все, друзья. Спасибо. А каналы, которые, а я новостные, имеют какой-то плюс к видеогенерации? Ну, там, канал в Телеграме я введу, там, контент полезный кучу. Оттуда выхлоп будет когда-нибудь? Смотрите, здесь мы обсуждали в первую очередь, скажем так, чат-боты. Это я поняла. Да, а если мы говорим про каналы в Телеграме, например, это как способ собрать аудиторию, донести информацию, то это, безусловно, работает. Но это очень похоже на группу в соцсетях, где вы отправляете контент. Соответственно, если у вас есть канал, там есть подписчики целевые, и вы этот канал ведете, то это должно работать при условии, что целевая аудитория раз. И вы можете сделать хорошее предложение для этой целевой аудитории, ну, называется эта штука активация. То есть у вас там тысяча подписчиков, и вам нужно придумать что-то, как эти тысячи подписчиков конвертировать, не знаю, в 100 или 50 заявок куда-то дальше. Вот это активация. Это все хорошо работает, ну, если уметь пользоваться. И еще у меня, простите, вопрос. А если у меня есть базы с телефонами, но эти люди никогда не контактировались со мной в мессенджерах, вот я бы хотела перевести их на контакт в мессенджерах. Это как сделать? Смотрите, три момента есть. Первый, мессенджеры не позволяют в большинстве случаев подписывать людей автоматически на чат-ботах, если у вас есть номер телефона. То есть человек должен явно это сделать. Поэтому просто имея базу, ну, как бы начинать с ними коммуницировать через какой-то мессенджер достаточно сложно. Однако для ВКонтакте и для Вайбера есть механики, то есть сами платформы предоставляют, когда вы по номеру телефона можете им сделать рассылку. Если они на эту рассылку ответят, либо если вы из этой рассылки человека переведете, допустим, ну, для ВК, если они ответят, они станут подписчиками вашей страницы. Для Вайбера вам нужно их конвертировать в этой рассылке в подписчика в бота в Вайбере. Вот. Третий механизм. Вы можете отправить обычную смс-рассылку, но в этой смс-рассылке указать, сделать какое-то предложение, которое люди могут получить через вот такой мини-лендинг. Соответственно, вы рассылаете, получи что-то, короткая ссылка, человек кликает на ссылку, у него в браузере на телефоне открывается такая страница, где нужно выбирать мессенджера, туда вы его подписываете. Вот так это работает. Подписывай вопросы. Еще вопросы? Все. Спасибо тогда. Спасибо.